так мы все друзья на запись поставил что команда друзья приветствуем вас на нашем сегодняшнем пятничном зуме зум будет интересный как обычно презентации сегодня мы немножко поменяем местами первое сегодня наталья нам опять преподнесет замечательную презентацию с ее стороны и затем уже наш юрий расскажет новости ну и как обычно вопросы и ответы ну что приветствуем тебя ждем тебя ждем от тебя нашу замечательную презентацию ну и затем после презентации уже передадим наш нашему юрию слово о новостях да спасибо иван всех приветствую уважаемые коллеги партнеры здравствуйте кто еще пока не совсем партнеры кто присматривается уверенного здесь есть те кто хочет разобраться более подробно в нашем инструменте в нашем предложении вас тоже приветствуем вы большие молодцы вы нашли время для того чтобы отложить все свои дела для вас это важно для вас важно как вы зарабатываете сколько вы зарабатываете особенно в домашних тапочках наверное поэтому вы сейчас сегодня здесь меня зовут наталья клеменко опыт онлайн бизнеса порядка 10 лет есть неплохие результаты я не буду сейчас более подробно о себе рассказывать я хочу только сказать что все кто сейчас нас слушает все кто уже немножко в теме и кто еще не в теме вы все большие счастливчики мы с вами счастливчики потому что мы сейчас скажем наблюдаем некую историю историю развития одного шикарного инструмента который прям знаете когда его показываешь рассказываешь прям ложится на душу очень хорошо в голову да потому что люди понимают что здесь возможность каждому человеку достойно зарабатывать не только тем кто умеет работать с командами до рекрутировать и так далее но и также тем кто еще пока этому учится или же просто элементарно нет такого желания да именно строится то есть а инструмента которым я буду сегодня вам говорить она очень тихий звук меня хорошо слышно иван прекрасно слышно это ваше оборудование ребят смотрите сами да 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 инструмента которым я сегодня буду говорить платформа да с которой я буду знакомить она подходит абсолютно любому человеку даже если у вас нет опыта взаимодействия до заработка в онлайн если вы человек по крайней мере хотя бы немножко обучаемый то есть вы можете например открыть видео посмотреть и по аналогии понажимать на кнопки значит в ваших руках будет стратегии да и инструмент который позволит вам зарабатывать 7000 долларов в неделю от 7000 долларов в неделю и это не шутка это правда и это действительно касается вас если вы рассмотрите коснется да если вы рассмотрите наше предложение я наверное сейчас буду ухотить с видео и перейду непосредственно на слайды чтобы познакомить вас во первых с компанией которая выкатывает уникальный инструмент инструмент которого не было никогда в интернете там я уж не говорю про оффлайн то есть то чего не было мы сейчас являемся свидетелями того что ну ходит сейчас на рынок интернета да то что рождается буквально вместе с нами да мы в этом процессе помогаем то есть мы ну так называемые тестировщики этого инструмента и я покажу вам все нюансы а вы постараетесь послушать меня внимательно отложить все свои дела пельмени борщи просто сфокусируйтесь потому что действительно те деньги которые вы сможете заработать они решат все свои действия ну все ваши проблемы решат как говорится когда есть деньги 99 проблем можно процентов проблем да можно решить поэтому зарабатывай деньги решая свои проблемы я делаю трансляцию экрана все выскочила я на экран перехожу перехожу на слайды так переворачиваю телефон чтобы вам было все хорошо видно и понятно особенно тем кто первый раз на этой встрече то есть вы наши гости вам необходимо вообще все понять чтобы принять свое собственное решение может быть вы уже какую-то информацию слышали ну а для всех остальных повторения мать учения потому что уверенно вам захочется самим делать такие презентации по крайней мере ближайшее будущее итак мы сегодня говорим за платформу которые за две платформы да одна из которых называется via old satoshi вас и платформа которая называется бумеран вот видите да на этом слайде они как бы объединены идеей и главный seo вообще всего этого технического процесса до возникновения возникновения инструмента масштабирования его на рынок этим всем занимается seo компании вас которого зовут шавес шавеса знают в программе программных кругах как гения программирования это действительно уникальная личность который создает ну уникальные технические решения и тот кто придумал бумеранг это павел сапков он связался с шавесом для того чтобы уже скажем сам бумеранг саму эту идею упаковать именно в техническое решение а именно смарт-контракт то есть шавес является профессионалом по смарт-контрактам и мы сегодня говорим конечно же за крипто индустрию потому что друзья мои все деньги в криптовалюте и это уже бесспорный факт и поэтому мы современные люди и мы тоже взаимодействуем с этой нишей и те кто не знает что такое смарт-контракт это умный контракт благодаря которому ну можно не бояться каких-то махинаций подтасовок да и так далее то есть это отдельная тема мы не будем с вами подробно здесь об этом говорить посмотрите google почитайте и изначально компания сатоши мы все сатоши предоставила на рынок свою собственную монету и свой собственный блокчейн и сначала там был стейкинг майнинг сейчас да есть майнеры есть но да для чего для того чтобы зарабатывать собственную криптовалюту данного и данного комьюнити который называется btcc то есть биткоин код по сути его называют вторым биткоином вот данная монета то есть майнинг данной монеты на 140 лет вот что предлагает компания до того как пошла речь вообще в принципе о бумеранге почему я вам так подробно это говорю потому что это уже скажем рабочая до созданная комьюнити причем более двух лет работающая и если вы побываете на англоязычных зумах то вы увидите что там набираются по тысячи человек и люди общаются с открытыми камерами то есть это абсолютно живое рабочие комьюнити для меня это например было очень важно потому что сам инструмент бумеранг он только начинает свое шествие да но уже есть интересные технические решения это биткоин кода и это уже говорит о некой такой некой стабильности наверное да то есть есть уже определенный фундамент и что касается самого бумеранга вообще вот инструмент бумеранг он объединяет в себе три ниши ниша арбитражной торговли это торговля между биржами межбиржевая да торговля искусственный интеллект ниша и и да и ниша займов мгновенных займов то есть срочных кредитов с нулевым залогом документами там и так далее то есть без всего этого без залога без документов то есть по идее они такие разрозненные как бы да самодостаточные ниши так вот бумеранг объединяет в себе все эти три концепции друзья мои и такого еще не было на рынке вот именно объединение концепции этих на рынке мы не наблюдали не было такого это абсолютно новый инструмент чуть подробнее о каждой о каждом моменте арбитраж предполагает использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках или на разных платформах например если цена актива ниже на одной бирже и выше на другой трейдеры могут купить его на более дешевой платформе и продать на более дорогой получая прибыль от разницы в цене арбитражные возможности часто бывают мимолетными и требуют быстрого исполнения чтобы воспользоваться ценовыми разрывами итак какие есть такие небольшие минусы в арбитражной торговле но может быть даже и не небольшие но нужен конечно же стартовый капитал не слабенький такой у трейдеров нужно нужен опыт конечно да то есть это варианты того что ты улетишь в минус то есть ты рискуешь своими деньгами своим определенным капиталом это в обычном арбитраже это что касается вообще в принципе данной ниши вот эти нюансы они не позволяют абсолютно любому человеку да здесь зарабатывать деньги надо поучиться надо порисковать потерять и так далее далеко не каждый конечно же на это согласен а что такое флеш кредитование флеш кредиты это вообще относительно новая форма без залоговых кредитов 2020 году компания а в в общем практиковать эту деятельность выдавать срочные кредиты через смарт-контракты то есть все это сфера дефи децентрализованные финансы децентрализованные финансовые сети да и вот этот вид займа он позволяет трейдерам брать необеспеченные кредиты у кредиторов без посредников то есть ну такое новое да новое веяние и сейчас на данный момент мы взаимодействуем именно с компанией в дальнейшем бумеранг подключится еще другие компании которые будут предоставлять а вот эти вот займы и насколько я поняла информацию это сможем делать даже мы друзья мои мы партнеры комьюнити это потрясающе это вообще просто ну просто очень круто очень круто когда выдан флеш кредит правило смарт-контракта гарантирует что заемщик выплатит кредит до завершения транзакции если это условие не выполняется смарт-контракт отменяет транзакцию и займа как будто бы и не было это гарантирует сохранность средств в обратном пуле то есть есть один большой пул и а вы предоставляет через смарт-контракт нам каждому определенную определенное количество денег но как предоставляет она не дает нам их на наши личные кошельки нет это все внутри платформы бумеранг и у нас как бы есть доступ к этим деньгам в плане торговли то есть нам дают возможность поработать этими деньгами чужими деньгами друзья мои и как минимум 150 тысячами долларов это как минимум услышали меня и это предоставляется вот нам простым людям без серебряной ложечки во рту понимаете для людей которые купят ну определенный как говорится билет на поезд я об этом скажу чуть попозже и так что нужно понимать вот это вот этот механизм весь он безрисковый и для нас как для так скажем трейдеров да то есть привыкайте ну по факту мы трейдеры да получается только нам не нужно ни на каких биржах аккаунты открывать там киваси проходить и так далее это все происходит в рамках платформы бумеранг так вот мы по идее с вами трейдеры и для нас это безрисково торговать и это безрисково для а вы то есть для кредитора потому что отрицательная сделка если идет отрицательная сделка она отклоняется и нет возможности вот компании потерять деньги то есть ну нашими руками грубо говоря да это тоже очень круто то есть это безопасность и для одной стороны и для другой стороны смарт-контракты как говорится рулят пример флеш кредита например 10 эдак за актив за какой-то на какой-то бирже до эфириума 10 эфириума за актив к примеру на одной бирже этот актив стоит 10 на другой стоит 11 соответственно на одной бирже покупается на другой продается и один эфириум кладется карман Вот абсолютно простая такая дорожка, простая дорожка, но если вы идете самостоятельно через это, через трейдерство, то вы будете сталкиваться как раз таки с просадками, с рисками, с нервами бесконечными там и так далее. Поэтому мы не просто так говорим, что бумеранг это уникальный инструмент, это то, что позволит простому человеку вывести свою жизнь совершенно на другой уровень. И я сейчас вот здесь вот вам показываю интерфейс бумеранга. Мы сейчас находимся на бета-версии, потому что инструмент находится в бета-тестировании. Соответственно, бета-версия. И она выглядит вот именно так. Посмотрим, как будет выглядеть версия уже окончательная. И здесь различные поля. И для того, чтобы в них разобраться, не нужно больших мозгов. Есть инструкции, есть наставники, которые уже понимают, куда нажать пальчиком. То есть, по сути, ты несколько раз нажимаешь пальчиком и прибыль, прибыль. Микрофон отключите. И прибыль тебе летит сразу в метамаз-кошелек. Еще раз. Здесь нет кнопок пополнить там депозит или баланс. Нет никаких депозитов. Здесь нет кнопки вывести. И ты думаешь, выведут тебе или нет. Ну, как в интернете случается, да? Здесь есть привязанный твой метамаз-кошелек. Вот видите, да? Вот я расширю в правом верхнем углу. Привязанный метамаз-кошелек. И когда происходит сделка, которую контролирует искусственный интеллект, чтобы она не была минусовая, да? При этом мы ждем автоматический бот, который еще облегчит работу, то есть будет подтягивать пары с необходимым процентом. Сейчас пока мы там первую монетку выбираем, вторую монетку смотрим, какой процент. Мы пока это делаем как бы, ну, сами, да, самостоятельно. Но компания предоставит в том числе и, ну, автоматического бота. И это будет уже в ближайшее время. На сайте Бумеранг видны вот такие вот пары. В дальнейшем будет до 15 тысяч пар на сайте. И сейчас, в данный момент, в данный момент, вот эти пары, которые здесь перед вами. То есть, посмотрите, долго останавливаться не будем. Видите, здесь разная процентовка. И в среднем это будет 1% за сделку. Сделка происходит буквально за минуты. По сути, за секунды деньги из общего пула через смарт-контракт, да, они как бы, ну, уходят для покупки. За секунды, понимаете? Для нас, чтобы получить свою прибыль, например, в 1%, это буквально несколько минут. Ну, там одну пару, ну, выбрал пару, да, посмотрел, какие проценты, не устроил, а выбрал другую. Буквально несколько минут. Услышьте, и ты примерно с одним процентом, а то и больше. В тестовом варианте там как бы вообще очень крутые проценты выскакивают. И вы проанализируйте. В интернете предлагают 1% в день, и это однозначно финансовые пирамиды. Однозначно. То есть, ну, это то, что работает очень мало. Месяц-два там, например, да, вот. Ну, в редких случаях там год, может быть, с небольшим. В любом случае все здорово рушится, да, когда 1% в день. Здесь 1% за минуты. За минуты. Для того, чтобы получить доступ к этой арбитражной платформе, к платформе Boomerang, для того, чтобы получить доступ точнее к самому флеш-кредиту, то есть к тем деньгам, которыми ты будешь совершать сделку, тебе необходимо купить билетик, как я говорю. То есть приобрести лицензию. Естественно, никто никому просто за красивые глаза 150 тысяч долларов для торговли выдавать не будет. Надеюсь, меня слушают взрослые, адекватные люди, и вы четко понимаете, что чтобы что-то получить, нужно что-то отдать, что-то заплатить. Как говорится, если твоя мечта не сбывается, значит, она еще не оплачена. Поэтому здесь есть 5 вариантов лицензий у нас. Самая минимальная лицензия стоит 500 долларов. Самая максимальная – 10 тысяч долларов. Вплоть до 8 числа можно потестировать эти сделки, но в доступ будут открыты 3 икса от лицензии. То есть флеш-кредит будет в 3 икса. Если у тебя 500 долларов, значит, полторы тысячи долларов, на которых ты можешь потренироваться, отправлять на сделочки. Там 10, 50 долларов, ну, кто во что гораздо, да, 300, 500, там, может быть, 3 сделки и все, и лицензию отработал. То есть тренировки. И вот этот большой уже флеш-кредит, он будет в апреле. В апреле. Новости, конкретно новости, будут после презентации от нашего куратора, от нашего наставника Юргена. Я же сейчас вам показываю моменты денежные, да, специфику и объясняю те шаги, которые вам необходимо сделать, если вы хотите грести с нами в одной лодке. Итак, 500 долларов в апреле месяце, это будет 150 тысяч долларов для сделок. Максимальная сделка на полторы тысячи долларов. И от полуторы тысячи долларов это 15%. Один процент со сделки, правильно? 15%. Если мы умножим это на 100 сделок, то это полторы тысячи долларов. Полторы тысячи долларов. Если ты эти 100 сделок будешь делать в течение дня, Значит, ты сделал 3Х от своих вложений. То есть ты заплатил 500 долларов, ты заработал 1500 долларов. Дальше ты можешь сказать всем спасибо, до свидания. В чем я очень сомневаюсь, что так будет происходить. Ты просто-напросто берешь, потом покупаешь опять лицензию. Либо за 500, либо уже даже за 1000 долларов. А может быть, ты захочешь дороже лицензию купить, добавить там. То есть это будет твое личное право. Итак, лицензия 1000 долларов откроет 300 тысяч долларов флешлайн. Лицензия в 3900 тысяч долларов. Пятитысячная лицензия откроет полторы тысячи. Ой, полтора миллиона долларов для торговли. За сколько дней вы это отработаете? Это уже, ну, как бы ваше дело там, ваше время, ваша вовлеченность, энергия и так далее. Смотрите, что нужно еще понять. Вы можете купить несколько лицензий в одном кабинете. Привязать один и тот же адрес MetaMask, как вот я, например, делаю. И при этом на каждую лицензию, когда мы уже будем работать в рабочем русле, не в тестовом, да, а уже в версии МВП, минимально рабочий продукт, нам будет подарен майнер за 50 долларов. То есть майнер на лицензию. На каждую лицензию майнер. Если у тебя несколько лицензий, значит, ты получишь несколько майнеров. Уловили, да? Последняя лицензия, самая крутая, самая дорогая. Это лицензия за 10 тысяч долларов. Тестовые 50 тысяч долларов сейчас до, ну вот кто заходит до 5 апреля, до 8 числа можно будет обкатать их, да, вот эти 50 тысяч долларов. Те, кто после 8 решат покататься на тестовых, у вас не получится, они просто сгорят, потому что это сайт бета-версии, да. Откроется Flash Loans, большой, да, именно 3 миллиона долларов. У нас есть в команде партнеры с такими лицензиями. Браво, браво, вы крутые. Теперь я хочу немножко о партнерской программе, да, рассказать, потому что здесь по идее получается очень такое грамотное, интересное объединение идей, ниш в одно единое крутое целое. Вот реально. И партнерская программа, маркетинг 3.0, он зарегистрирован сейчас вообще компанией АВАЗ, она зарегистрирована как DAO, децентрализованная автономная организация. DAO, партнерский маркетинг 3.0. Зарегистрирована в Америке, штат Вайоминг. Есть как бы документы, Чавес показывает это на Zoom, показывал, да, на англоязычном. Мне, честно говоря, настолько нравится, как они работают вообще с комьюнити, постоянные Zoom, ежедневные англоязычные Zoom. И вы знаете, такой нечасто встретишь. Какой правильный подход к общению в Zoom, да, там через видео, когда кто-то хочет Шавесу задать какие-то вопросы. Очень все правильно, по-человечески и достойно. И смотрите, сама компания ВИАО в Сатоше предоставляет продукты разнообразные, да, для раскрытия оптимальных возможностей в децентрализованной сфере. То есть здесь все будет закручиваться таким образом, что инструменты будут все, ну, в сфере DEFI, децентрализованной финансы. Это самое крутое, это настоящая современная как бы сфера, да, вот современность 21 век, блокчейн, децентрализованная технология, полная свобода и отсутствие каких-либо палок в колесы, да, потому что это блокчейн. Это очень здорово. И я вам скажу больше, компания готовит еще продукты очень интересные. И, насколько я поняла, вот этот токен BTCC, он и будет токеном голосования, который в апреле месяце выводится на IPO. Этот ICO, по-моему, ICO, да, данный токен, он будет, ну, как бы в него будут инвестировать, да, и этот токен, его будут называть токеном голосования. Сама механика, да, как это будет, это будет, ну, такую самую суть скажу, да, что мы будем все участвовать в принятии каких-либо решений данной компании. И этот токен потом будут использовать в других компаниях, которые захотят именно вот такое горизонтальное взаимодействие со своим комьюнити и со своими партнерами. То есть сейчас 21 век, и те люди, которые смотрят не на вертикальную, как бы эту сферу власти, да, не на вертикаль, а именно выстраивают горизонтальные взаимоотношения, именно к таким людям будут приходить в компанию осознанные, здравомыслящие, умные партнеры. Итак, партнерский доход. В компании ViaWall Satoshi представлена бинарная система, то есть бинар со спонсорской, то есть с пеловер ногой. Для того, чтобы получать с бинара деньги, необходимо, чтобы у тебя был активированный партнер слева и справа, то есть открылись ноги, скажем так, чтобы ты сам был активирован, то есть приобрел какой-либо продукт, и чтобы были активированы твои партнеры. Зафиксировали, да, у нас в кабинете на дашбурте на главной есть две ссылочки, левая и правая. То есть нужно, чтобы и слева, и справа встали личные партнеры. Мы получаем деньги, ну, во-первых, да, от приглашения личных партнеров 5%, здесь на слайде это называется откаты от посредников, ну, вот такой вот перевод. Нам, мы вынуждены довольствоваться переводами, потому что практически все на английском языке, и, ну, нейросети иногда не очень качественно переводят, да, вы же знаете. Поэтому я вам вот расшифровываю, объясняю, 5% за привлечение, я не люблю называть людей рефералами, для меня это партнеры, да, за привлечение партнера реферальный вот этот доход с третьего партнера, с третьего реферала, да, если вам так ближе. И когда подключается у вас третий партнер, вот вы уже получаете с третьего 5% от его лицензии. То есть если лицензия стоила 500 долларов, соответственно, вы получаете 25 долларов. Компания 2% оставляет за обработку вот этих финансовых потоков себе. Имейте в виду, когда у вас выскочат деньги, там будет не ровно 25, а поменьше они выскочат на доходный кошелек. То есть есть доходный кошелек у нас, есть депозитный кошелек. Будьте внимательны, когда вы покупаете лицензию, пополнять нужно в USDT TRC-20. У вас будет сгенерирован адрес в кабинете. Не перепутайте, друзья. Не берите следующий кошелек, там именно сеть ВААСа, то есть биткоин-код, BTC-C. Нет, нам нужно пополнить в USDT TRC-20. Есть все видеоинструкции. Ну а теперь касаемо именно бинара. Давайте с вами четко уясним один момент. Здесь есть две ножки, как я вам сказала. И, как правило, часто одна ножка убегает. На ней объемы больше, чем на другой. Так вот, на той ноге, на которой объемы меньше, вот с этой ноги мы получаем 10% в сутки. Вот все, что собралось на любой глубине, на сотой, на тысячной глубине бинара, это вообще крутяк, мы получаем 10%, однако, пока вы не выросли, пока мы не выросли по карьерной лестнице, это только максимально 300 долларов с бинара. Реферальность за приглашение, вот эти 5%, там может быть сколько угодно, а вот с бинара максимально 300 долларов. Когда ты двигаешься по карьерной лестнице, это клуб восхождения, я еще о нем скажу, ты уже получаешь 360, можешь забрать за день, там 420 и даже полторы тысячи долларов за день на статусе биткоин. То есть вот это вот увеличивается, выплата по бинару. По сути, у нас очень простые с вами действия. Подключить справа и слева и научить людей сделать то же самое. С данным инструментом это очень легко, люди идут очень охотно, особенно те, у кого нюх на деньги. Премиальные. Вот здесь вот более наглядно будет показано, да, то есть когда у вас выполнена квалификация справа 500, слева 500, вы сами стоите на 500. Как только на какой-то ноге появляется объем дополнительный, это может быть ваш личный партнер или это не ваш личный партнер, все, как раз сформировалась слабая нога, да. То есть 500, 500 это 1000 и 500 на слабой ножке. Вот если появился у вас личный партнер, то есть ну вот 1, 2 справа слева и еще, например, личный партнер, то вы получаете 25 и 50. 25 за личника, 50 по бинару, по бинару. Еще раз, бонус ограничен с 300 до 1500. Это то, что мы получаем по доходности. Теперь, что касается максимальный вывод. Максимальный вывод. Из кабинета мы выводим в 3 раза больше, чем оплачено за продукт. Оплатили лицензию за 500, зарабатываете по бинару, по реферальным. У вас сложились полторы тысячи. Это вы все можете выводить ежедневно. За секунды приходят деньги. Вставляете любой адрес USDT TRC20 и нажимаете вывести. А вывод раз в сутки, раз в сутки. Забрать из кабинета сможете 3 икса от вложенной суммы. Если у вас, допустим, пошла активная работа, вы уже там, вы на лицензии за 500, вы уже вытащили полторы тысячи, я извиняюсь, я иногда таким обычным разговорным языком общаюсь, чтобы было более понятно, да. Вот, вы уже вытащили полторы тысячи долларов. А у вас продолжает прилетать. У вас где-то там в какой-то глубине глубин. Кто-то там, я не знаю, в Америке, в Антарктиде, простите, но это я так уже веселюсь, да. Кто-то у вас там купил лицензию. Вы вообще знать не знаете. Кто это? Вообще не знаете. Но вам прилетели деньги. И если у вас уже выбраны вот эти 3 икс, значит, они будут откладываться on claimant кошелек. То есть, ну, как бы немножечко вот в загашник, да, что называется. Когда ты приобретаешь, например, еще одну лицензию, все, у тебя они размораживаются. На следующий день они выпрыгнут на доходный кошелек, то есть ты можешь их просто забрать. То есть на следующий день, когда идет расчет. Расчет у нас вот если по московскому, то это после 9 утра. Получается так. Я не буду сейчас говорить за ноду, которая дает возможность зарабатывать монету БТЦЦ. Дело в том, что сейчас пока эта монета, ну, вот, готовят ее, да, значит, к АСИО, к процессу для того, чтобы можно было вывезти ее на биржу, чтобы на биржах уже можно было этой монетой торговать. И вот в этом случае эта монета, она уже будет иметь, ну, реальную рыночную стоимость. Понимаете? Реальную рыночную стоимость. Да, кто-то там спешит, приобретает еще и где-то там на стороне, на стороне, минуя партнерскую программу, приобретают майнеры, ноды. Это, конечно, ваше дело, но вы поймите, что есть такое понятие, как командная работа. Ну, просто осознайте, вот, ну, посидите и осознайте, да, этот момент, как командная работа. И просто не нужно спешить. Вы никуда не опоздаете. Мы никуда не опоздаем. Ни с нодами, ни с майнерами там и так далее. Мы не даем сейчас подробную информацию по этим продуктам. Наша команда пришла в бумеранг. Поэтому сейчас мы знакомим аудиторию, знакомим партнеров, да, разжевываем все именно по бумерангу. По бумерангу. Ну, конечно, кому скучно, они там добывают информацию где-то отдельно. И где-то там за спиной у наставников приобретают себе, ну, там, допустим, вот такие вот майнеры. Майнер за 50 долларов у нас у всех откроется в подарок. На каждую лицензию майнер за 50 долларов. Чуть-чуть попозже. Наберитесь терпения. Наберитесь терпения. Итак, здесь еще раз, да, показано, что если ты купил лицензию, например, там, за 10 тысяч долларов, если ты купил лицензию, значит, ты выведешь 30 тысяч долларов из кабинета. То есть у тебя вот возможность из кабинета забрать такие. Либо ты покупаешь 10 лицензий по 500, да, у тебя уже будет возможность выводить не полторы тысячи, вот, а там 15 тысяч долларов. Все это можно сделать последовательно. Не обязательно это делать сразу. Ну, а теперь вот этот клуб, который мне сегодня здорово поднял настроение с самого утра, потому что у меня выскочил статус Шиба. Я сейчас на статусе Шиба. Не стала скидывать в наш рабочий чат. Ну, думаю, на канале пройдет, тогда перекинем информацию. Вот это клуб восхождения. Это дополнительные плюшки, бонусы, дополнительно к торговле на бумеранге, дополнительно к прибыли по бинарам, по бинару, да, по рефералке. То есть это плюсом, плюсом. Любая уважающая себя компания имеет карьерную лестницу, скажу я вам так, да. И здесь это не исключение. И когда у тебя на слабой ноге сформировался оборот 100 тысяч долларов, это могут быть разные лицензии. Разные. И это со всей глубины. Ребята, я вам еще раз делаю акцент на этом. Это просто огонь. Со всей глубины. 100 тысяч долларов на слабой ножке. Ты уже можешь ежесуточно с бинара забирать не 300 максимум, а 360. И плюсом первый понедельник месяца, первый понедельник месяца, у тебя начисление на тысячу долларов вот этой монеты Шиба. Ты просто оставляешь адрес Шиба БЭП-20 в кабинете, когда они вот размораживаются, да, первый понедельник месяца, и выводишь к себе на кошелек. Я вам скажу больше. Если я не ошибаюсь, Шиба, например, за 90 дней дала 200% прироста. То есть эта монета находится в топ-10. Ну или в топ-15, уже не помню. Вот вообще вот эти монеты топовые. Топовые монеты. И когда у тебя на слабой ноге 250 тысяч долларов, то у тебя трон. То есть у тебя статус трон. Да, ты получаешь, когда ты трон, уже по 420 бинара, долларов. И ты получаешь... Давайте я увеличу. Да, не 3, а 2 тысячи. Да, Юра, мы сегодня с тобой по этому поводу говорили. Я ошиблась. 2 тысячи бонуса в троне каждый первый понедельник месяца. Когда у тебя 500 тысяч долларов, Додж, ты уже забираешь по 480, можешь забирать с бинара со слабой ножки. У тебя 3 тысячи долларов. Бонус в монете Додж. Кардана. 4 тысячи долларов в монете Кардана. По 540 можешь забирать с бинара. Рипл. Когда у тебя миллион долларов на слабой ножке, 5 тысяч долларов. Премия. И уже 600 долларов ты можешь забирать с бинара. Матик. 700. С бинара забираешь. 10 тысяч долларов. Премия. Так. Полка Дод. 20 тысяч долларов забираешь. 800. По бинару. Можешь ежесуточно получать доход. Это если у тебя 3 миллиона долларов на слабой ножке. Солана. Это уже премия в 30 тысяч долларов. Бинанс. Премия. 40 тысяч долларов. Бинби. В монете Бинби будет премия. И по бинару 1000. И Этериум. И Биткоин. Конечно же. Все, как говорится, по старшинству. Вот когда ты доходишь до Биткоина, у тебя на слабой ноге 20 миллионов долларов. В компании есть люди, у которых есть Биткоин. По крайней мере, ну, я знаю точно об одной прекрасной девушке, которой 40 миллионов долларов на слабой ноге. Она уже более чем Биткоин давно, да. Вот. И ты получаешь премию в миллион долларов. В монете Биткоин. Кто хочет стать долларовым миллионером, просто, знаете как, вот просто одной выплатой долларовым миллионерам. Не говоря о том, что какие огромные деньги ты заработаешь по бинару, да, пока ты вот идешь по этой карьерной лестнице. Это просто потрясающе. Вот здесь на этом слайде, на этом слайде расписано уже, да, вот то, что я вам сейчас проговаривала. Не буду я на этом останавливаться долго. И я хочу еще показать один источник дохода, который есть в компании. Это пулы. Если вы внимательно изучали кабинет, то там есть различные вот кошельки, различные строчки, вот пуловые начисления, да, и так далее. То есть есть мегапул, когда ты получаешь доступ к вот четырем процентам, которые делят между собой участники данного пула. Когда? Тогда, когда у тебя миллион долларов на ножки. То есть это все параллельно, одновременно идет. Вот с этим бонусом, да, а не так, что только это, либо это, либо это. Нет. И то, и то. То есть миллион долларов на слабой ноге получаешь доступ к мегапулу. И делишь, ну, делят все, да, вот эти четыре процента от общего дохода компании. Когда у тебя пять тысяч долларов, ой, пять миллионов, я извиняюсь, долларов на слабой ножке, ты в гигапуле. И делишь, все, кто в этом гигапуле, делят семь процентов между собой от общего дохода компании. Ну, и терапул, это десять миллионов долларов на слабой ноге. Это делишь десять процентов. Все, кто находится в этом пуле, делят десять процентов от общего дохода компании. Потрясающе. Потрясающе. Итак, что нужно понять сейчас? Сейчас нужно понять, что если ты успеваешь до 5 апреля приобрести лицензию, значит уже в апреле ты будешь торговать на большом, на полноценном флеш-кредите в 300 иксов. 300 иксов. По крайней мере на первую лицензию, вот первая, когда идет рабочая лицензия, у нас у всех 300 иксов. В дальнейшем будет 200 иксов на лицензию. То есть кто купит в дальнейшем лицензии, то есть после 5 апреля, значит вы получите уже 200 иксов. Соответственно, отработал лицензию, заработал примерно 1000 долларов, у тебя в кармане будет 500, потому что ты 500 захочешь отправить снова на заработки. Ну или ты захочешь больше. Это, конечно, твое будет личное право. То есть получается, что люди, которые до 5 апреля стартуют, у нас самый классный приоритет. То есть у нас 300 иксов, и мы уже в апреле будем работать. Именно, ну как работать? В поте лица, да, нажимать пальчиком на необходимые кнопочки. И буквально за несколько минут зарабатывать 1% от того, что мы отправляем на сделку, максимально 1500 долларов. Это будет в середине апреля. Кто после 5 покупает, кто после 5 покупает лицензии, значит, торговать вы сможете только в мае, потому что там пойдет процесс ICO, там будет вот отладка вот этой уже рабочей, да, рабочей модели. То есть минимальный рабочий продукт – это стадия МВП в стартапе, да, вот в таком технологическом стартапе. Вот, поэтому нужно сейчас вот это себе зафиксировать. Если, конечно, вы не прочь ждать там, да, и уже в мае присоединиться к счастливчикам, которые получают чистыми, например, тысячу долларов в день, ну, это, конечно, ваше право. Вот, если вы готовы, если вам понравилась информация, вам необходимо связаться с человеком, который вас знакомит с этой темой, он вам даст инструкции, даст реферальную ссылку. И, в общем-то, если вы еще не находитесь в нашем чате, мало ли, может быть, где-то в каких-то других группах прошла эта ссылка, скорее всего, если вы не находитесь там, вас могут добавить в общий чат, с которого все началось. Конечно, партнеры сейчас формируют свои рабочие чаты, они большие молодцы, вот. Вот, но в первую очередь, да, информация выкатывается вот в нашем чате, который называется ВАЗ-нетворк, ВАЗ-нетворк. Так, что мне еще нужно сказать? Для того, чтобы зарабатывать, сейчас мы должны подключить в Метамаске сеть Polygon, для того, чтобы потестировать сеть Polygon. В дальнейшем будут еще другие сети, Эфириум, Оптимизм, Арбитрум, то есть сейчас все только начинается, только начинается. Для того, чтобы совершать сделки в данный момент, нужны матики для газа. Ну, газ – это оплата майнерам, понимаете, да? Так вот, чтобы забирать прибыль со сделки, нужны матики. Как это технически делать? Есть записи, есть ваш наставник, который вам поможет, там, через трансляцию экрана где-то, да, если вам что-то непонятно по записям. Поэтому, ребята, хватайте этот инструмент, держите его, как говорится, крепко, тестируйте, и это действительно шанс для тех, кто, у кого не получается там где-то, знаете как, создавать большие сети и таким образом зарабатывать, то есть быть лидером, ну, не готовы пока к этому, не получается, вот, для ваш инструмент, для вас инструмент, где вы сможете заработать достойные деньги. Я закончила, по-моему, я все сказала, то, что мне нужно было сказать, и я могу вернуться уже, вернуться в Zoom. Да, Наталья, благодарим тебе, как всегда, за отличную презентацию, все четко и ясно, и понятно. Так, сейчас я экранчик отключу, что-то я не пойму, куда я тут делась. Куда я тут делась? Так, не туда пошла. Так, все, я вернулась, вернулась, останавливаю. Я остановила трансляцию экрана и передаем слово, наверное, Юргену, да? Да, ребят, на данный момент Наталью благодарим и еще раз поздравляем, Наташа, поздравляем тебя с рангом Шиба, ты молодец, ты красавец. Спасибо. Ты второй лидер в нашей команде, это Юрген, первый Шиба у нас, и Наташа. Да, пусть у нас будет очень много монет, каждая монета пусть дорожает, дорожает, становится все более крутой монет и получает достойную премию. И будет, пусть вот наши монеты, наши лидеры, кто действует, да, развивается, будут примером для своих новичков. Спасибо вам за поздравления. Да, еще раз поздравляю. Ребят, сейчас наш Юрген ответит, то есть расскажет все новости и, соответственно, вопросы ответит. Волюдри. Да, спасибо. Спасибо, Иван, да, очень-очень-очень, Наталья, тебя еще раз сердечно поздравляю с этим рангом. Очень счастлив, доволен, да. Так всем, всем продолжать, всем так работать. И я хотел еще сейчас, Ольга, кажется, хотела тоже выразить свои поздравления. Можете, давайте немного поздравим нашу прекрасную Наталью с ее рангом. И потом пойдем по всем новостям и вопросам-ответам. Да, Наташенька, я тебя прям вообще очень сильно поздравляю с твоим достижением, это шиба. Я прям тебя вообще очень, прямо сильно люблю, потому что вот вы с игрой у моей жизни появились, и вы изменили мою жизнь навсегда. Супер, здорово. Спасибо, Олечка. Спасибо, дорогая. И я вам очень сильно благодарна, Наташа, потому что я, честно, сейчас очень со многими людьми общаюсь, и мне такую хрень несут. Вот, блин, ну, кто, да, за другими наставниками идет, такую хрень несут. И я понимаю, что вот именно вот вы, да, ты, Игорь, это именно те наставники, которые нужны в жизни, которые уже прошли очень много, которые, да, Игорь уже 35 лет, сетевом, ты 10 лет, да, больше 10 лет уже, не выходя из, ну, домашних, домашних тапочек. И вот меня вот эта ситуация зарядила, и я просто понимаю, что я два года на домашних тапочках зарабатываю вместе с вами уже. Ну, не два, я год назад с вами познакомилась, и я иду только за вами, и вы самые лучшие. Спасибо, дорогая. Ребята, спасибо вам. Вижу очень много сообщений в чате. Очень приятно. Благодарю, желаю вам всем космических ростов, движения по карьере. Спасибо большое. Да, спасибо, спасибо всем, да, это, ну, и еще раз теперь пройдемся немножко по новостям, хотел немного так озвучить то, что было опубликовано уже в чате пару дней назад, немножко так расшифровать, потому что многим было как-то немножко, может, что-то непонятно, может, поэтому хотел по новостям сказать, да, что продажи лицензии сейчас на данный момент будут проводиться до 5 апреля, да, что 5 апреля. Продажа продажа продажи лицензии остановится, и потом пойдет обновление, обновление этих всех лимитов кредитного плеча, ну, эти тестовые и тестовые лимиты, которые на данный момент нам сейчас предоставлены всем, они не будут переноситься в этот флеш кредиты, когда у нас, и вот это все обновление у нас будет примерно, ну, 3 дня проходить, да, что 8 апреля мы сможем уже использовать наш флеш кредит и начать торговлю. И это будет проходить в 3 этапа, вот этот запуск, да, что первый этап, он будет, как начнется с 8 апреля, и будет нам предоставлен всем, все партнеры, которые 60 тысяч лицензий вступят в этот, в этот старт, да, поступят в этот старт. Второй этап пойдет у нас внедрение новых возможностей рынка и все остальное, там дополнительные еще возможности этих всяких торгов там будет дополнительно внесено в это все, чтобы у нас был, нам можно было легче работать, быстрее работать, и еще дополнительно с другим продуктом работать. Да, эти все возможности. И третий этап у нас будет, как вся тестирование, и так же, как с нашим автоматизированным ботом, да, что мы можем делать, который будет за нас торговать, и будет нам приносить просто удовольствие, да, что и здесь будет, что с 8 апреля всем предоставлено, все те, кто приобрели лицензию, что они заработают, да, на этой торговле x3, да, это, например, если купили лицензию за 500 долларов, это значит полторы тысячи долларов, каждый заработает в этих торгах с 8 апреля, да. Потом начнется это ICO, которое продажа лицензии тоже для всех, и для старых, и для новых партнеров будет приостановлено, в кабинете ее можно будет вас приобрести, но не можно будет просто получить на нее флешкоди, да, поэтому в это время ICO у нас будет пока такая немножко остановка, потом, когда этот MVP, все пройдет, и когда система начнет обратно автоматически работать, у нас будет, что потом уже при каждой покупке лицензии мгновенно, в ту же секунду у нас будет просто отображаться флешкодит, с которым мы можем торговать, там уже в дальнейших действиях будет проходить так, что будет поставлена комиссия, 5% с каждой сделки, прибыльной сделки, 5% мы будем отдавать, комиссию для платформы, с чем это связано, для того, чтобы использование вот этого бота тоже будет, как многие иногда спрашивали, будет ли бот платный или не платный, бесплатный, этот бот будет предоставлен всем партнерам, все его могут использовать, и поэтому вот это будет комиссия, 5% с каждой сделки будет удерживаться для развития этого бота автоматического, да, ну и вот так вот мы немножко по новостям прошлись, и теперь, я думаю, мы приступим к вопросам и постараемся на все вопросы ответить, так, Денис, вижу, вы подняли руку, можете задать ваш первый вопрос, да, Юргин, приветствую, ребят, всем привет, слышно? да, слышно, слышно, да, Юргин, к вам вопрос такой, то есть я правильно понял, что с 8 числа те, кто приобрели лицензии до 5 апреля, с 8 они могут ими торговать уже в полноценном объеме? да, да, совершенно верно, с 8 числа будет проводиться торговля в полном объеме, да, да, то есть получается, как только отторговал, по сути, ну все, ты можешь приобретать, можешь не приобретать, можешь ждать окончания села, да, и то есть... да, 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 совершенно верно, угу. Все, понял, хорошо, спасибо. Так, давайте, Алексей, в следующий ваш задавайте вопрос, включайте микрофон. Да, Юргин, добрый вечер. Смотрите, ну у меня только короткий вопрос, у меня вот есть вот еще партнеры, которые вот не начислены тут подарочные полторы тысячи долларов, насколько я знаю, что нужно до 4 апреля их проторговать, вот, вот с ними что необходимо сделать? Да, я вписал в чате, что на бумаране, в самом бумаране тоже сайте появился суппорт, обращайтесь напрямую туда с адресами там с кошелька, там все намного быстрее суппорт работает, и будут эти все вопросы решены, у кого еще не начислены такие вот эти полторы тысячи долларов. Ребята, я допомню, Леш, я допомню, смотрите, можно писать на сайте Бумеранга, затем есть в Телеграме поддержка, и есть еще международный чат, где можно будет там тоже писать, там тоже работает поддержка, то есть сразу туда и туда-туда. А можно я еще добавлю кое-что? Прежде чем писать в техподдержку, посмотрите у своих партнеров, правильно ли привязан кошелек. Вот вы знаете, я в личке немножко помогаю, да, вот когда в чате пишут, начинаешь разбираться в личке, а привязан кошелек не тот, который указывался при покупке лицензии, то есть мы покупаем лицензию, указываем один кошелек, потом мы вдруг решили снести этот кошелек, вкрутить другой кошелек, и привязываем уже новый аккаунт с новым адресом, и смотрим, а там ноль, ну конечно там будет ноль, то есть должен быть привязан именно сеть полигон и кошелек, который указывали при покупке лицензии. Вы проконтролируйте это пожалуйста, вот те у кого не видно, плюсом бывает так, что там перевод, когда делает какой-то, ну автоматический перевод, он тоже там не отображается, то есть по сути вот эти полторы, если 500 долларов лицензия, они видны и без VPN, VPN нужен нам просто для того, чтобы делать сделки, но вот такие вот нюансы, либо вообще люди заходят, просто, просто открыли, взяли, нажали, короче, на сайт и просто в браузере открыли, то есть не вышли они в телефоне, да, я про телефон говорю, не вышли через браузер MetaMask, соответственно, они там ничего не увидели, потому что чтобы увидеть, надо, чтобы у тебя был привязан MetaMask, если это компьютер, значит, просто открытие новые вкладки, там открываешь сайт и сам сайт спрашивает, а привязать твой MetaMask, соответственно, это расширение должно быть у тебя в данном браузере, данном браузере, вот это проверьте сначала, а потом уже начинайте писать, все. Все, наверное, Наташа, благодарю тебя. Можно вопрос, который предыдущий был вопрос, к нему дополнительный вопрос? Да, давайте, задавайте. Здравствуйте всем, а до этого мужчина спрашивал вопрос, что после восьмого числа отработать лицензию и выбор или новую покупать, или не покупать, так вот вопрос в чем, что говорили, что там будет один раз только прокрутка лицензии, а потом сколько-то надо ждать после выхода на ICO, и то есть одну лицензию можно будет прокрутить, через месяц продолжать, или все-таки после восьмого все подряд друг за другом лицензии пойдут покупки? Нет, после восьмого числа, если у вас сейчас на данный момент есть несколько лицензий на там одна или две или там пять-десять лицензий, вы их можете после восьмого числа проторговать. Те, которые после восьмого числа вы будете приобретать новые лицензии, их не можно будет проторговать, пока проходится этот ICO. Это после ICO и МВП, потом уже это время пройдет, когда тогда только можно будет их дальше проторговать. все-все понял, так и хотел спросить. Так, Угар, поднимай руку, включайте микрофончик, задавайте. Здравствуйте, добрый вечер. Слышно меня? Да, слышно. Добрый вечер, поздравляю Юргена и Наталью с рангом. Мне такой вот вопрос, два вопроса коротких. Один вопрос у меня заключается в том, что я вот послушал Zoom Чавиза, да, там он говорил с пятого по восьмое число за три дня как бы есть лицензию, которую мы приобретаем до пятого числа, да, вот за 500 долларов. Вот ее с пятого по восьмое число можно использовать или там с восьмого, там далее. вот этот первый короткий вопрос. И второй вопрос я в предыдущем Zoom задавал, что если я сейчас приобретаю лицензию на 500 долларов, и я вот этот вопрос задавал, то есть я наторговал, у меня есть 500 долларов уже в кошельке, я могу повторно еще раз взять лицензию и 150 будет плюсоваться к остатке, которые там есть 100. Вот в прошлый раз я задал этот вопрос, Юрген, вы сказали, что да, это так будет. Как вот сейчас? Да, я сейчас отвечу на первый вопрос сначала. Первый вопрос заключается в том, что с пятого до восьмого апреля будет проводиться оптимизация системы, да, и внедрение всех флеш-кредитов на каждый кошелек, это для этого нужно тоже время, это не просто так сейчас нажать кнопку, и чтобы у всех все флеш-кредиты появились. Поэтому эти три дня понадобятся для того оптимизация системы. И потом те, которые до пятого апреля приобретенные лицензии у вас, вы сможете их проторговать только с восьмого апреля, не с пятого апреля до восьмого, да, с восьмого апреля вы сможете. Это на прошлом предыдущем зуме я вам говорил, да, потому что было тогда озвучено, что скорее всего возможно, что ОСЕО немножко пару дней продлится после открытия. Сейчас на данный момент они, как Шавиц объявил это, что они не будут, только можно проторговать те лицензии, которые приобретены до пятого апреля. Новые лицензии их возможно приобрести, но на них не будут даваться флеш-кредиты пока, только после ICO. Юр, тут еще такой момент, Шавиц говорил про тестовые, вот скорее всего этот вопрос звучит, то есть тестовые до восьмого числа можно будет отторговать, потом они слетят тестовые. про это имею в виду, да. Тестовые, то есть которые полторы тысячи дают? да, да. то есть если одна лицензия, значит я одну лицензию после восьмого числа оторговал, значит даже если есть баланс я возьму одну-две лицензии, да, скажем, но эту лицензию я уже только могу использовать после ICO, я правильно понимаю? да, да, совершенно верно. так, давайте следующий вопрос Марк следующая на очереди стоит Доброго дня всем достопочтенные люди Юрген, Наташа поздравляю вас с колоссальным успехом спасибо у меня вопрос немножко сложнее к сожалению 26 числа я приобрел лицензию за это время я пригласил двоих друзей вчера и позавчера друзья сделали все по моей инструкции успешно значит приобрели лицензию написали в поддержку мои тексты и получили буквально через пять минут начисления и были вписаны в белый лист однако я же как их наставник уже четвертые сутки не могу добиться от техподдержки того чтобы я оказался так же в белом листе и получил тестовые деньги для тестирования платформы вот как-то так чем бы вы могли помочь вот мне в этой ситуации я начинаю нервничать можно можно узнать кто у вас наставник у меня наставник Владислав Доброслав из Москвы но я общался с состоящими не с одним все сделал по то есть я не одинок да то есть меня консультировали после этого я сделал все необходимое в переписке с техподдержкой техподдержка мне ответила первый ответ был ваша задача решена спасибо и тикет был закрыт после этого я зашел на сайт и смотрю что у меня ничего не изменилось понимаете вот я написал им об этом что у меня ничего не изменилось и мне сказали ваша проблема нам видна мы ее стараемся решить вскоре ваш результат когда вы получите дайте нам знать ну вот четвертые сутки Марк давайте тогда мы с вами сейчас после зума напишите мне личку и мы с вами после зума выйдем на демонстрацию экрана пройдем все пункты очередно и вместе составим тикет на бумеранг сайте Юрген я вам очень признателен благодарю вас спасибо всем удачи так давайте передаем к следующему микрофончик у вас рука поднята так раз Артур молчит значит Мария не 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 я так Артур Амара Хорватия Юрий Наташа от души поздравляю вас желаю скорейшего приезда к нам сюда к морю отдохнуть отдыхать тоже надо уметь и только зарабатывать это само собой да я от души всех поздравляю с этой великолепной компанией я не знаю я во многих компаниях я участвую в блокчейнах но такого я не видел дай бог чтобы вас не перехвалили и не сгладили то-то-то значит что я хочу сказать знаете есть такая опаска копи-трейдинг да копи-трейдинг такое понятие что мы копируем трейдинг мы сами как сказала Наташа являемся трейдинг да как бы компания нажимаем кнопки и так далее вот не получится так что когда вы откроете золотой сундук и наружу выползет такая вот форма вот такая вот форма общения денежного общения что бедные люди которые захотят хотя бы 500 долларов как на ЮСДТ собрать вложиться чтобы как-то пенсию поднять или там на пенсии заработать зарабатывать что они останутся где-то на стороне что многие трейдеры захотят войти вашу компанию не будет это мешать 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 это не будет так как у нас будет включено что там много много децентрализованных платформ да и что это будет работать автоматизировано для этого мы проводим эти тесты что мы как тестовщики этой всей платформы реальные тестирования проходим реальные люди да что и для это для шавеса тоже было очень важно чтобы нагрузка системы в реальных людях было да что выдержать эти все нагрузки нагрузки и для этого предоставлен тоже будет вот этот автоматический бот который будет проводить торговлю и поэтому будут все децентрализованные биржи задействованы и более 15 тысяч этих пар и поэтому здесь хоть весь мир зайдет мы будем захватывать весь весь рынок и все будут спокойно нормально торговать то что касается с рисками да что я скажу так что мы этот продукт изучили мы в этот продукт поверили что там как там дальше пойдет даже большие концерны какие-то большие заводы какие-то большие предприятия когда-то когда-то случается такое что закрывается да и еще что-то происходит в связи с какими-то там санкциями или еще какими-нибудь действиями поэтому мы не можем это все предвидеть что у нас завтра будет в нашем мире так что у нас на данный момент неожидаемые вообще моменты проводятся которые мы вообще даже предполагать не можем поэтому мы не можем предсказать что будет завтра мы видим как работает это сегодня и поэтому в этом направлении я хочу сказать что будем надеяться на все хорошее и на все самое лучшее да спасибо узнаете вокруг себя мне кажется многие компании которые открываются окружить купить выкупить самых лучших программистов я думаю у вас будет такая возможность потому что вас окружают миллионы людей которые желают с вами работать я так думаю и будет так поэтому все-таки надо ссылаться на таких программистов чтобы обогатить себя как-то окружить таким чтобы ваша компания была самая самая мы за это в этом направлении шавес тоже двигается потому что бумаранг пришел к шавесу тоже из-за того что шавес он из лучших программистов и шавес тоже заявил об этом что у нас на платформе будет множество таких проектов как включаться как этот бумаранг поэтому конечно у нас шавес программист команда программистов очень сильная очень крупная да и будет все задействовано на то чтобы работали отлично давайте туда хвала желаю успеха спасибо благодарим мария у вас следующая ручка поднятая включайте микрофончик здравствуйте у меня вот конечно вопрос я может быть не совсем как сказать понимаю но вы сейчас мне я думаю что объясните вот допустим я сейчас купила лицензию да и до пятого числа я ну ну мало или что может быть вот не на торгую вот эти вот пятьсот долларов которые я вложила да и потом пятого числа начинается снова вот эти вот ну торговля а у меня не будет этих денег или они все равно так и так будут у меня эти деньги вот для меня вот это не дойдет никак сейчас на данный момент который вам предоставили это средство это просто подарочные средства чтобы вы просто учились как это работает после пятого апреля там с восьмого апреля да у вас будут начислены средства которыми можете торговать уже независимо от того что сейчас вам начисляется да это сейчас который это просто подарочные тестовые вам средства дают чтобы вы учились просто а потом уже будет там что вы можете... По новой НАТОС будет вкладывать деньги? Нет, нет. Нет, да? Нет, с 8 числа ваша приобретенная лицензия будет задействована, чтобы вы могли заработать с этой лицензией минимум x3. То есть, если вы купили лицензию на 500 долларов, вы заработаете минимум полторы тысячи долларов. Все, благодарю. Дмитрий Кузнецов, включайте микрофончик. Да, здравствуйте. Я извиняюсь, у меня такой вот вопрос... Это не Дмитрий Кузнецов. Дмитрий, это я. Здравствуйте. Давайте я... У меня больше, значит, не вопрос, у меня больше пожелания. Уважаемые аплайнеры, знаете, какое пожелание? Вот есть чат, который в ААС Нетворк. И в этом чате от вас приходит сообщение с последними новостями. И как я вижу сейчас, что они не соответствуют тому, что говорит Юргин. Вот. То есть, там четко было написано о том, что торговать можно будет с пятого по восьмое. У нас это как бы немножко напрягло. Вот. Но сейчас, как Юргин сказал, что на самом деле только с восьмого откроются эти флеш-кредиты. Вот. И вот у меня просьба такая, отслеживай тогда эти новости, чтобы они соответствовали действительности. А то, получается, мы читаем, что-то делаем какие-то выводы, а по факту получается с вами Zoom, и на самом деле все по-другому. Вот. Ну, потому что, Дима, я тогда на ваш вопрос немножко отвечу. То есть, мы получаем ту информацию, которую нам дает искусственный интеллект или Google, или Яндекс. Переводчик. Далее мы просим уже Юргина, чтобы он у кураторов наших там в лидерском совете узнал точно, что это и как будет. Понятно, да? Вот. Как-то так. Ну, получается, что оно не этот... Вы просите информацию через искусственный интеллект, Яндекс.Переводчик или еще какими-то переводными делами, то есть, ребята дают эту первичную информацию. Тогда давайте будем ждать всю информацию от Юргина. Или когда у нас будет уже русский переводчик, который будет переводить достоверно. Наверное. Ну, наверное, сутки отвечая и помогая на ваши вопросы. Да, постараемся оптимизировать эти все новости, да, чтобы как-то исходило это так, чтобы... А, по-моему, всегда говорилось, что после 5 апреля мы будем торговать. Ну, а что, разве сейчас что-то не так? Нет, уже после 5 апреля. Там в новостях говорилось с 5 по 8. Каких новостях? Ну, я могу скинуть, как бы это... Ну, вот скиньте. Найти это сообщение. Ну, ладно, не суть. Я так же думаю, это не суть. Даже если бы 15, то мы начали торговать. Я думаю, надо запустить уже площадку в нужном направлении. Извините, пожалуйста, хочу... Насчет 5 по 8 число. Там было сказано, с 5 по 8 числа увеличивают 3 дня. Эти для того, чтобы могли люди, которые купят в последний день свои лицензии, протироговать есть X3 проект флеш-кредит, который нам дает вот эти X3. За это увеличили 3 дня. Или там... Все верно. ...по торговлю про вот этих 3 дня. А не то, что вам торговать дадут вот эти кредиты, которые, ну, уже общие. Все правильно, да. Значит, мы неправильно поняли. Еще вопрос такой там... Ну, конечно, Дим, для этого есть у нас чаты, и можно было всегда задать вопрос, и мы вам всегда объясним. Или я, или другие люди. Вот там еще была такая новость, что компания будет гарантировать прибыль в 1%. То есть те, кто, допустим, зайдет на 500 долларов, и у него будет лицензия с флеш-кредитом в 150 тысяч, то есть ему гарантированно он получит полторы тысячи, даже если он за первые 150 тысяч не наторгует на полторы тысячи дохода, ему добавят этого кредита. Это соответствует действительности? Я сейчас немножко разъясню эту... Там будет... Смотрите, в последнее время, как мы тоже видели, многие показывали скриншоты, как они проводили торговлю, что даже бывает, с одной сделки, что там бывало по 11%, по 18% прибыли. Такие моменты тоже будут, и для этого написаны сейчас эти смарт-контракты, чтобы это все отслеживалось, чтобы все было документировалось. Если, например, у вас купили лицензию за 500 долларов, и вы уже, например, на сделках заработали, даже не используя 150 тысяч долларов, заработали полторы тысячи долларов, то у вас флеш-кредит будет приостановлен. Если вы 150 тысяч долларов использовали, но еще полторы тысячи долларов не заработали, ваш флеш-кредит будет добавлен, чтобы вы получили свои полторы тысячи долларов. Об этом шла суть в этом сообщении. Все, понятно, благодарю. И еще у меня один вопрос остался. Это вот, скажите, пожалуйста, после 5 апреля как-то изменятся, как сказать, бонусы за продажу лицензии? Вот именно реферальные бонусы, бинарные бонусы, они как-то будут изменены? Или все останется по-старому, как сейчас? Реферальные вознаграждения останутся, как сейчас, да, бинарные вознаграждения тоже. Это все останется, это изменено, но не будет ничего. Какие-то паузы планируются именно вот в продажах лицензии, не в их активации, а именно в продажах? Нет, в продажах лицензии паузы не будет. Мы можем также продавать дальше лицензии, люди просто будут становиться в очередь и ждать, пока пройдет ОСИО, МВП, и потом, чтобы они могли использовать эти флеш-кредиты. Все, благодарю. У меня все вопросы. Так, давайте-то встречи. Включайте микрофончик. Динаида, у вас поднята ручка. Поднимайте микрофончик. Да, 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 поняла, спасибо. Ну, во-первых, всем здравствуйте. Хочется поздравить наставников с достиженными статусами, с достигнутыми статусами. Вопрос у меня следующего характера. Значит, сегодня у нас был зафиксирован как бы такая ошибка, как мы ее выявили. То есть за вчерашнюю работу не были начислены реферальные. И вот возник вопрос, значит, вот в этой вот ситуации. В автоматическом режиме производится начисление реферальных, или же это делается вручную? То есть мы написали в поддержку, мы надеемся, что завтра это все решится, но по итогам вчерашней работы сегодня реферальные начисления не пришли. Ну, в этом все реферальные вознаграждения, это тоже проводится в автоматическом режиме, да, потому что там тоже подписаны смарт-контракты под это, как они делают эти вознаграждения, эта система. Поэтому у вас было зафиксировано, что у вас там какой-то объем был, движение в объеме было? Да, конечно, конечно, да. Может быть, на онклеймент кошелек, может быть, на кошелек, может, уже выбрали полторы тысячи, не выбирали еще? Нет, 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 вообще ничего не выбирали, это мы, как бы, наше первое начисление выводов еще не было, просто они не пришли. А у вас есть такое, чтобы бинар был активирован, да, чтобы у вас справа-слева? Активирован. Вчера как раз-таки добавлен был третий человек, и ждали начисления сегодня, а их не было. Я говорила, что вы активировали, Зенея, партеры, когда активировали лицами? Вчера. Во сколько? Третьего. Ну, вы знаете, у меня есть предположение, вчера, по-моему, глюк на сайте был, потому что регистрации не проходили, но мы вот связываем как бы с этим. Ну, тут даже вопрос не в этом, а в другом. Хотелось узнать, в автоматическом режиме либо вручную начисляется? В автоматическом, конечно. Ну, все, вопрос разрешится у нас. Все технические моменты, я тоже немножко поделюсь своим опытом. Я так как Шиба уже давно, я в феврале, еще в конце февраля закрыл статус Шиба, и буквально неделю назад у меня просто слетел тоже мой статус Шибы. Ну, я обращался в поддержку, это заняло буквально там 2-3 дня, и тоже вопросы решили, восстановили мне статус, и все, решился весь вопрос. Короче, разжаловываю тебя, Юрий. И поэтому, да, это... Юрий, ну, еще вот у меня такой вот вопрос, я не знаю, ну, как бы сможете бы нам дать ответ на него? Вот смотрите, значит, весь этот тайм-аут, взятый, значит, с февраля по апрель и даже по май месяц, значит, его как-то нужно объяснять, да, потому что приходят люди, которые разбираются в смарт-контрактах, они мне конкретно выкатывают все транзакции не только по моему кошельку, а по количеству кошельков, которые привязаны к бумерангу, ну, в общем, есть одним словом, вы сами понимаете, что люди такие есть. Они поэтапно прямо рассказывают, вот 26-го была там первая транзакция по этому кошельку, по бумерангу, там то-то, то-то, то-то. Я с твоей стороны объясняю это как, то есть изначально, как я понимаю, была принята, значит, стратегия добавлять пакетами по 20 тысяч лицензий, но на конец февраля их уже было продано 35, так вот 35 тысяч. Вот у меня вопрос такой, помните, когда-то Чавес говорил о том, что они переходят не только на новый смарт-контракт, но абсолютно на новую базу данных, то есть правильно ли я понимаю, что мы сейчас технологически вообще как бы идем на несколько шагов впереди, это совершенно будет в новом обличии. Другой сайт, мы же все понимаем, как обычно происходит, да, если толпа народа наваливается на сайт, его просто положили, и все, невозможно там с ним ничего сделать. То есть чем новый сайт, вот новая наша платформа, она будет отличаться от нашей вот теперешней платформы, нынешней. И, ну, я так вижу, что бета-версия у нас как бы немножко подтормаживает, то есть она грузится долго, да, будет ли там отличие, вот отличаться чем-то новая платформа от старой. И вот о той базе данных, помните, говорил, значит, Чавес о MySQL, там о базе данных, о датабейс, о больших базах данных, это совершенно новая технология. Вот немножко вот об этом, потому что люди действительно говорят, вот мы сейчас все придем, положим сайт, и все, о чем мы будем делать. С этим сталкивались как раз, и как раз вот эти моменты были, и тоже проходило тестирование всяких атак на сайт, и Чавесов об этом тоже позаботился, да, и поэтому сейчас, когда вот этот будет, бета-версии не будет, этот бета, точка бумаранг, этого сайта не будет больше, он просто уйдет, туда придет другой сайт, полностью уже оптиматизм, до того так сделан, что от всех защит защищен будет, да, что, там интерфейс останется тот же, да, но просто оптимизированный все будет, потому что с каждым, каждое обновление смарт-контракта, это получается, что записывается совершенно новый смарт-контракт на блокчейн, да, потому что смарт-контракты менять невозможно, и это мы недавно тоже разбирали с программистами эти моменты, что сейчас на данный момент существует уже 4-5 новых смарт-контрактов от бумаранга, да, и поэтому вот эти, что программисты тоже мне, некоторые программисты тоже хотят что-то показать, ну и показывают, но просто совершенно не видят то, что есть дополнительные, потом я предоставляю новые смарт-контракты, эти все адреса у меня тоже имеются, да, всех новых обновлений этих смарт-контрактов, поэтому каждое обновление смарт-контракта, это новый смарт-контракт записывается, также будет бета-версия, это также, поэтому она и бета-версия, что они исправляют все глюки, которые там есть на сайте, какие-то все вот эти ошибки, которые проходят на сайте, в реальном смарт-контракте этого не будет, это все предусмотрено уже в этом направлении. Ну вот этот момент он предусмотрен, да, когда Чавес сказал, что будут сняты все ограничения по покупке лицензии, все-таки хочется знать, ограничения по покупке сняты, но это будет соответствовать тем технологическим требованиям на бумеранге, когда все эти люди приходят и начинают торговать им, у нас все будут получаться. Конечно, конечно, для этого тоже вот этот автоматизированный бот сделан для этого того, чтобы, например, многие тоже не пришли и сразу начали каждой сделке делать там по полторы тысячи долларов. Этот бот, он будет делать тоже немного по-другому работать, что он по довольно мелкими суммами будет делать в торговле, но в минуту там несколько сотен торгов может проводить будет. А, кстати, вот по этому тоже вопрос вы сказали вот мелкими сделками. То есть максимальный объем сделки у нас, как я понимаю, полторы тысячи долларов, но вот то, что выбирает бот, этот актив на самом деле присутствует вот в этом диапазоне, либо мы можем набрать сделку, объем определяем полторы тысячи долларов, бац, смотрим, а сделка не проходит, потому что такого объема просто нет. То есть актива в таком объеме нет. Вот как это все будет? Да, поэтому для этого сделаем этот бот. Как мы видим тоже, я тестировал тоже в этом моменте, если я ставлю сделку какую-то полторы тысячи долларов, что ее уже там, она может быть или не активна, или нет, нету столько средств для этого. Когда мы выставляем сумму меньше, что мы намного быстрее, и больше процентов мы можем получить в этом направлении. Да, и поэтому в этом, для этого этот как раз бот и сделан, и предусмотрен для этого, чтобы делать маленькими сделками, но очень много и быстро. То есть вероятность исполнения в полторы тысячи долларов намного меньше, чем нежели в 500 долларов, да, или там 100 долларов. Да, это я сам тестировал тоже в том направлении, если я, например, делаю 4 сделки по 500 долларов за минуту, или я за 5 минут одну сделку сделаю только полторы тысячи долларов. Я больше получаю, чем я делаю меньше сделки и быстрее проходят. И если я их делаю постоянно, повторно эти сделки делаю, они тоже проходят. Поэтому мелкими суммами входить, это быстрее и лучше, и эффективнее получается. Спасибо большое, спасибо. Любовь, включайте микрофончик. Можно еще вопрос? Давайте, ребят, по порядку. Садись. Уже, чем погреть. Любовь, включайте микрофончик. Так, Любовь не хочет. Елена Чекалова. Елена Чекалова, ручка поднята. Можно я спрошу? Просто я не смогла включить макрофон. Во-первых, поздравляю своих наставников, Наталью Юргену, с рангами. И у меня два вопроса. У меня партнер купила тоже лицензию за 500 долларов, да? У нее были зачислены деньги, полторы тысячи, да? Один раз мы с ней вместе поторговали, и осталось, ну, там где-то тысяч, тысяч четыреста, по-моему. И сегодня смотрим, у нее осталось 300 долларов. Мы написали в тикет, пока ответа нет. А там по транзакциям там видно что-то? Какие-то проходили транзакции? Да, транзакция одна. Транзакция только одна. Я видела сама. То, что мы наторговали, один раз сделали просто для пробы, она есть. А какие монеты вы брали вот на эту сделку? Матик, второй не помню. Вы Матик и брали какую сумму, какое количество? На 100 долларов. И это все в транзакциях подражено, да? Да, подражено. Я смотрела. И мы написали в тикете, что вот и отправили фотографию. Ну, подождите. Должна ответить. Так, и второй вопрос. Вот нам же дают, мы должны торговать после 8-го числа, да? И до какого мы должны торговать? Насколько у вас времени хватит? Там неограничено тоже, да. Даже при проведении ICO, вы даже дальше, если вы не срасходовали ваши моменты, то можете дальше так же торговать, пока не заработаете там X3. И третий вопрос. Бот будет, да, включаться? Конечно, конечно, да. 8-го, да, включаться? Да-да, там с 8-го числа тоже будет предоставлен потом бот, и которые могут все его использовать тоже для этого, да. Спасибо. Лена, ваши вопросы чекала вам. Добрый вечер всем. У меня был вопрос, касаемых как раз-таки реферальных начислений. Зинаида, она мой спонсор, она его задала сама. Спасибо. Давайте, следующий вопрос. Ребята, ручка у вас включена, поднята. Добрый вечер. Я Лайм Дота. Слышно меня? Да, слышно. У меня тоже вопрос по боту. Я только что поняла, что мы его вообще увидим и можем начать работать только с 8-го числа. Правильно? Раньше мы его не увидим? Да, раньше, к сожалению, планировалось то, что в тестовом режиме мы тоже сможем его использовать, но там по каким-то причинам решили его предоставить уже в реальном времени. Только с 8-го числа. Ну, насчет того, как он будет выглядеть, как с ним надо будет работать. Будет какое-нибудь обучение в Zoom? Да-да, конечно. Это Шавес тоже предоставит полностью все настройки этого бота, как его поставить, как его настроить. Это все будет предоставлено. Ну да, он же на английском говорит, а на русском наши ребята могут. Мы, конечно, предоставим тоже на русскоязычную аудиторию. Не переживайте там. Будете обучение, и будет время. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Дмитрий Золотарев. Да, здравствуйте. Извиняюсь, у меня такой вопрос. Вот всегда вы говорите, после ICO, MVP, а точные даты есть, когда проект запустится, и уже все будут работать? Как-то там дорожная карта там вроде какая-то была, или еще что-то. именно вот когда уже полностью проект запустится, что все могут покупать лицензии без всяких проблем и работать каждый день. Я думаю, вы понимаете, как работает вообще компания, когда здесь не был продукт уже написан какими-то роботами или еще что-то там, что поэтому было предоставлено такое пресейл, можно сказать, тестирование бета-версии, чтобы мы собрали все для этого тестирования. Поэтому по ходу этой всей пьесы мы проводим сами тесты. Проходят все тесты, и там выходят какие-то дополнительные нужды. Нет, это я уже понял. Это я понял. Я имею в виду, просто дат этих нету. Точные даты. Точные даты. Сейчас на данный момент у нас установлено, что с 8 числа, с 8 апреля мы можем спокойно расторговать наши лицензии, да, что эти даты предоставлены. Сколько будет проходить ICO, это, ну, нету точно даты, там 10, 15 дней, 20 дней будет она проходить. Это мы не знаем, да, поэтому до ICO мы сможем уже заработать наши, как сказать, кто купил такой, как Наталья сейчас очень красиво выразила с презентацией, билет, счастливый билет, да. Ром, я сейчас отключу, выйду сейчас. Микрофон можете выключить, пожалуйста? Я выключил уже. Да, да, и что, да, ну вот что, мы приобрели лицензии, и мы можем с 8 числа их расторговать и заработать, X3 с каждой лицензией, что мы сделали. Дальнейшие все разработки, все дальнейшие действия будут потом, по ходу, все будут нам оповещены, и когда вообще для не тестирования, а уже для всей аудитории будет все открыто. Это уже потом будет после 8, ну, можно сказать так, что там 20 дней, может быть, после 8 числа уже смогут приобретать потом другие все остальные лицензии и использовать их потом, когда уже пройдет это все ОСО и МВТ. Понял, спасибо большое. ВУГАР давайте ваш вопрос задавайте. Да, еще раз, здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос к Наталье насчет кошелька. Вот, я приобретаю лицензию, да, вот, USDT я покупаю либо в Binance, либо в Bybit, в P2P. Мне, как бы, обязательно эти USDT 500 надо перевезти в Metamask и приобретать лицензию с Metamask кошелька? Нет, 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 ни в коем случае. Metamask, запоминайте, это кошелек вообще эфириума, и там вообще нет сети Трона, там нет ТРЦ 20, соответственно, вы берете адрес, генерируете адрес в своем кабинете, прям по инструкции, которая у нас есть в навигаторе. Вы берете там адрес, то есть у вас будет свой личный адрес своего кабинета и на этот адрес переводите с биржи. То есть с Binance, с Bybit без проблем можно приобретать. 501, 501 переводите. 501, да, все, вопросов нету, благодарю вас. Стелла, включайте микрофон. Здравствуйте, слышно меня? Да, слышно. Такой вопрос, Юрген, к вам. Вот вы говорили, что когда флеш-кредит 150 тысяч нам будет дан, если мы сделаем 3x, он будет переостановлен, если мы сделаем раньше, чем используем 150 тысяч. Например, у нас останется 500 долларов. Они у нас обнулятся? Да, они, как вы сделаете x3, они обнулятся потом, да, вам больше не будет предоставлен этот флеш-кредит. то есть на 500 мы дальше, когда все возобновится, мы уже не сможем их проторговать, то есть покупать новую лицензию заново. Да, 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 совершенно верно. Поняла, спасибо большое. Так, следующий, Лилия у нас на очереди. Александр у нас в следующей очереди получается. Александр, у меня микрофончик. Да, меня слышно? Да, слышно. Юрген, можете по боту более подробно как он работает? Он будет в автоматическом режиме работать, ну, например, как роботы и с нашим участием будет работать? Можете подробнее рассказать, как вообще будет бот работать? У нас нет еще информации, как он будет работать, ну, я примерно могу, потому что я сам как с программой программистов тоже делали, делаем тоже ботов, и я могу себе немного представить, как они будут работать, да, что там будет тоже у бота будет свой кабинет, все настройки ему можно будет выставлять, ну, там много настроек, что можно ему выставлять. Как он вообще будет работать, этот бот, Шавес еще не предоставил этой возможности, как он не рассказывал его на весь функционал, и поэтому нам нужно только дождаться, пока этот функционал включится, и будем потом изучать его. понял, спасибо, но я так понял, то, что он несколько сделок будет по минимальным суммам, но быстрее сделать, чем получается. да, там будут минимальные суммы в него как использованы, но много сделок будет делать, что он в течение минуты может 100 сделок сделать, например, что он очень быстро работать будет. Да, все, спасибо, вопросов больше нет. Добрый вечер, можно, можно я самый вопрос задам? Давайте, Лиля, да, да, извините, пожалуйста, я вас поздравляю, Наташу, и вас поздравляю с достижением ранга, и всем желаю таких высот. Да, у меня, знаете как, на телефоне у меня все нормально, все я торгую, да, а вот когда на компьютер перехожу, у меня там, когда нажимаю select, у меня выходят эти токены, они выходят, написано просто импорт токенов, импорт токенов, написано, да, а почему, в чем причина, я не могу понять, почему на компьютере не выходят. В метамаске у вас в установках можно есть ставить возможность те токены, которые у вас находятся на метамаск-кошельке, если какой-то баланс на них есть, чтобы они автоматически вам добавлялись. Не-не-не, Юра, она по-другому. Да-да. Лилия, смотрите, вы, все нормально, я понимаю, вы в каком браузере работаете? Ой, Google, Google, да, обхроме, да. метамаск-вэджи, перенесите по секретным, и вэджи будет все хорошо, у меня так же было. Не понял, куда пишет, машин, машин. другой браузер. Другой браузер. Другой метамаск, другой браузер с хрома. Есть другое решение, есть другое решение, у меня была такая проблема. Такое решение. Да, вы как? Какое решение? Смотрите, у меня так было, здравствуйте, да, у меня так было, я тоже задавался, что это такое, я просто переключал бумеранги на другую вкладку какую-то, потом возвращался, и этот глюк, он просто проходил. То есть это просто... Зачем вот лишние движения, если можно перенести метамаск в другой браузер и работать без проблем? Ну, если это решение, то есть это просто, и не надо никаких изучателей делать. Ну, на всякий случай, я вот говорю, если там будет такая же проблема. Просто предлагаю то, что уже проверено, ребят, и дает больше эффекта. Спасибо большое. Это проблема Витриэна вообще. Вот у меня тоже какая проблема, вот если на другой браузер переносить, то метамаск-то остается на одной вкладке, получается, а вот в опере открываю, его уже не видно. Метамаск переносить в другой браузер. И метамаск переносить, и... Ну, конечно, ну, конечно же. Я про что и говорю же, Лили, что нужно перенести метамаск по 12 фразам перенести на другой браузер. Значит, все переносить. У Лили останется и в Хроме, и также в Эджи. В Эджи проверено, работает быстрее, работает без всяких косяков. В опере. Я работаю в воде. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо. Давайте. Виталий, у вас вопрос. Да, добрый вечер. Юрген, вопрос к вам. Смотрите, по поводу бота вы объясняли, да, вот в предыдущих комментариях, что он будет работать, будет делать маленькие, там, небольшие сделки, но часто, может быть, это как-то более выгодно. У меня вопрос заключается в том, в любом случае, как бы ни делал бот, он все равно у нас за газ будет списываться. И тем, чем выгоднее вот эти маленькие сделки, но в смысле того, что вот, допустим, ручную, когда вот выбираешь сейчас, ну, то есть без бота, да, ты ставишь либо за 100, там, ну, то есть 100 долларов эквивалент, да, допустим, какой-то паре, или ставишь тысячу. Где-то в среднем, ну, я и так, и так пробовал, где-то в среднем, ну, когда уже переходишь в металмаст, сумма за списание в газе получается, ну, практически одна и та же, да, что ты поставил 100 долларов, что полторы тысячи, да, вот. И вопрос заключается в следующем. Вот, допустим, если он будет делать мелкие сделки, но часто, да, ну, как бы, как вы говорите, может быть, они более выгодны, ну, а за газ-то будет списываться сумма, потом не выйдет так в эквиваленте, что получится, что за газ очень много списывается за большинство минимальных сделок с наименьшей суммой. Спасибо. Ну, год он на это будет рассчитан уже, да, чтобы газ не превышал доходности, это будет, конечно, в этом всем рассчитано, и год он уже будет намеренно работать, например, сейчас у нас сделки проходят так, что несколько бирж отслеживается, несколько бирж, поэтому поначалу у нас тоже отсвечивается, с самого начала, что там более завышенный такой газ, да, что у нас нужно будет сделать, а когда проходит сделка, мы видим, что за газ вообще минимальная сумма была снята. Это будет все предусмотрено, да, чтобы сделки за газ не превышали доходности, это будет все предусмотрено в этом направлении. Ну, то есть, я так понимаю, смотрите, то есть вопрос как бы заключался, либо я делаю за тысячу, да, ну, то есть, когда мне позволяют, да, ну, допустим, флеш-кредит, на который мне выдали, я делаю за тысячу, перехожу в Metamask, ну, и смотрю, меня устраивает там, допустим, плата за газ, там, ну, допустим, 10 центов, 15 центов выходит, или бот в этот же момент делает те же самые сделки, эквиваленту тысячи, ну, он сделает их там, ну, 10 раз, да, по 100, но за газ будет списываться, ну, тоже, что за 100 рублей, ну, то есть, он 10 раз не посчитает, ну, грубо говоря, по 10 центов, то есть, это будет больше за газ выходить, из больших сделок по боту наименьшими суммами. Ну, как там действительно с газом будет действительно происходить, это я не могу сейчас ответить на этот вопрос, Шависон говорил, что каждая сделка будет, она очень выгодная сделка будет проводиться, поэтому, как там действительно в реальности будет работать, это мы посмотрим. Понятно, спасибо. Переходи на Кироси. Так, Иван, давайте задавайте, ваш вопрос. Так, добрый день, еще раз, у меня вопрос по поводу кошелька, привязывать, если несколько аккаунтов, разные кошельки надо, один и тот же не пойдет? Да, совершенно верно, что с этими моментами тоже сталкивались, я узнавал про у Шависа, что он ответил мне так, что желательно делать разные кошельки, на каждый аккаунт разные кошельки делать, и те, кто уже сделали, например, есть такие моменты, которые сделали три аккаунта, и один и тот же кошелек. Он сказал, что будет в Метамаске суммироваться, это все на один аккаунт, но желательно делать, чтобы не было никаких сбоев, желательно делать на каждый аккаунт отдельный Метамаск-кошелек. Спасибо. Денис, давайте ваш вопрос. Да, Юргин, у меня еще один вопрос возник по ходу. В дальнейшем, когда уже будут, ну, как бы полноценный запуск произойдет, будет ли ограничение по доходу, то есть, если это X200, то есть, это 100 тысяч долларов, 500 долларов лицензии, то есть, мы же можем там и не тысячу заработать, а там плюс-минус условно и две, и три, да, там какие сделки будут. Не будет ограничения? Как там дальше с X200 проходить будет, я не знаю, я знаю, что пока он тоже Шарис озвучил, когда будет у нас первые вот эти торговые проводиться X300, что будет всем столько предоставлено, что мы можем заработать X3, да, например, если мы X3 заработали, то все, у нас наш флеш-кредит будет списан, да, что нам больше не будет нам предоставлен. Как там с X200 будет проходить, да, не знаю точно, но я думаю, примерно так же будет, да, что мы будем, например, зарабатывать X2 и будет потом флеш-кредит, нужно будет обновить лицензию, чтобы получить дальнейший флеш-кредит. Спасибо. Добрый день, Юрген и все собравшиеся. Вот у меня в связи с тем, вот с этим лимитом на профит, возник такой вопрос, чем вызван этот такой ограничение? Вы можете дать такую информацию, Юрген? Спасибо. ограничение на что вызван? Ну вот под потолок лимит по заработку, то есть есть более удачливые трейдеры, есть менее удачливые, но если в случае допустим X3, вы сами сейчас только что сказали, что если будет X3 достигнут, то он уже дальше уже торговать трейдер не сможет. Я так понял? Я правильно понимаю? Да, да, это вы правильно понимаете, это там записано тоже в смарт-контрактах это прописано будет, что этот будет там как через смарт-контракт все отслеживаться, что если на ваш адрес заработан предоставлено средство какое-то, что вы купили лицензии и заработано X3, то у вас потом флеш-кредит уйдет с этого адреса. Ну да, просто у меня возникает такое чисто психологическое неприятие этого, поскольку идет уравниловка и вот это не очень понятно. Неужели так в комьюнити так это все спокойно воспринимают? Ну, может быть, я не прав, конечно, поправьте. Ну, если вы купили лицензию за 500 долларов и заработали полторы тысячи долларов, как-то комьюнити должно по-другому воспринимать это или или я сейчас неправильно понял вас? Нет, Юрген, можно вклиниться в ваш разговор? Слышишь на меня? Да, да, слышно. Видите, когда Чавес проводил демонстрацию экрана, я тоже присутствовала на этих англоязычных вебинарах, и он показывал, что допустим, на полторы тысячи где-то человек заработал и 1700 и больше. то есть мы готовы были к комьюнити, как раз таки это вот ответ человеку, который задавал вопрос. Комьюнити готова на то, чтобы реагировать на полторы тысячи по бинару, да, есть ограничения, то есть бинар должен быть просчитан, это все понимают, а вот по поводу флеш-кредитов, то есть да, есть люди, я, например, просчитала свой процент сейчас, если бы я в процентном соотношении отторговала бы так, как я отторговала тестовый кредит свой, и то я торговала чисто на демонстрацию, да, через открытый экран, у меня получилось бы больше, чем полторы тысячи долларов. И здесь вот вопрос, мне кажется, что здесь какая-то неточность, потому что Йорген, ой, Йорген, Чавес демонстрировал, что на полторы было получено там, вернее, на 150 тысяч уже было получено там, по-моему, 1700, или же в процентном соотношении тогда считала. То есть вы хотите сказать, что только на Метамаск приходит полторы тысячи, остальной флеш-кредит, если остался остаток, он исчезает, правильно? Да, да, совершенно верно. Это точно, точно, прям что-то несоответствие какое-то, мне кажется. Что Шавес раньше представлял вот эти все по доходам, это все, это, конечно, возможно, это сделать, потому что сделки всякие бывают, что там не только однопроцентные, может, и там 2, и 5, и 10-процентные сделки могут происходиться. Но просто, чтобы предоставить флеш-кредит, как это работает, там, насколько, не знаю, как многие вы вникали вообще по флеш-кредитам, они работают уже с 20-го года, чтобы взять взаймы какие-то средства, нужно в залог положить какие-то другие средства на такую же сумму. и Шавес, он написал такие смарт-контракты, что дает это возможность. Я теперь не знаю, как они это реализовали, того, чтобы не предоставлять какие-то в другой монете какой-то займ, да, для этого флеш-кредита. Это я не могу вам сказать, как это работает, как это они сделали. И поэтому эти какие-то которые средства предоставлены, нужно оставлять залог в какой-то другой монете, например, да. Это делаем поэтому не мы, это делает смарт-контракт. И поэтому может с этим связано, чтобы не предоставлять может быть какие-то там дальнейшие, если заработали эти средства, значит вас будут... Юргин, здравствуйте, а вот объясните, пожалуйста, каким образом это возможно, ведь там не в стейбл-коине идет заработок. То есть условно я получил монеты и не обменял их на доллары. Они могли вырасти в 10 раз, ну, к примеру, и ну, они могли вырасти, а также и могли упасть. Каким образом они будут высчитывать сумму полторы тысячи долларов? То есть каким, как это? Мне кажется, тут девушка действительно права. Скорее всего есть лимит на займы 150 тысяч долларов, а вот сколько ты заработаешь, это уже твое дело. И переводишь ты их в доллары или нет, это тоже твое дело. И я просто разбираюсь в этом и никаким образом, невозможно это, никаким смарт-контрактом зафиксировать это и учитывать стоимость монеты. Да, я не хочу отрицать этого, возможно, это будет так, но может быть смарт-контракты просчитывают эти курсы монет на данный момент, потому что эти 150 тысяч долларов можно отторговать, за несколько часов их можно отторговать. Юра, смотри, ну мы же когда сделку совершаем, там же пишется долларовый эквивалент, вот об этом речь, что в долларовом эквиваленте 3 икса, а уже то, что у тебя там на метамаске они вырастут или упадут, это уже лично твое дело. в каких монетах отставлять, конечно. Там ваше право уже менять их, не менять тебя, то есть там же у нас приходит же, конечно, сумма, допустим, в даях, то есть допустим он там больше доллара или меньше доллара, вам же считается все равно же долларом эквиваленте. Да, это стейбл, то есть здесь я согласен, это можно отстать. Какая разница, стейбл, не стейбл, они у вас уже на вашем метамаске. Ну, я говорю, да и можно отследить и понять, что в даях я заработал полторы тысячи долларов и мне можно отключить лимит. А если я получаю другие монеты, но здесь скорее всего действительно может быть такая логика, что сумма фиксируется именно в моменте совершения сделки. Совершенно верно. Если, например, в Матике заработал 200 долларов, то это засчитывается как 200 долларов. Совершенно верно. Ну и, наверное, еще один момент. Система может отслеживать просто ваш суммарный заработок и моментально отключать вам флеш-кредит. Вот и все. Вот заработали 1500. Все. Система отключает вам моментально и все вопросы решены. Нам сказали благодарю и поехали дальше. В момент с фиксацией это возможно. А отслеживать то, как изменяется динамический курс на моем метамаске, это уже что-то за гранью фантастики. Никто не будет это отслеживать. Ну это вы уж лишнее. Ну вы получили уже. Можете сразу получили в какой-то в данном токене, ну меняйте его сразу. Из ДТшки, чтобы у вас стабильный был. Никто же вам не запрещает. Так, давайте перейдем туда следующим вопросом. Эти все моменты мы, я думаю, будем по ходу пьесы нашей видеть это все. Давайте. Позорка поднята. Всем добрый вечер. Я немножко... Слышно, да, наверное? Да, слышно. Всем добрый вечер. Спасибо за презентацию. Спасибо за такие откровенные, ну, за хорошие ответы. Я свой вопрос услышал, но я так понял, что не стоит гоняться за процентами, да, когда начнем торговать. То есть я по одному проценту могу спокойно и не сидеть и ожидать, где я 7% буду искать или там 5%. Да, да, да. Да, да, совершенно верно. Спокойно 1% нашел, отторговал и дальше пошел, кажется. Не сидеть, не ждать. А то это же можно у компьютера целый день. Нет, ну поймали 1% хорошо, поймали 7% тоже хорошо. Ну да, это просто укорачиваю время на торговлю. Ну, совершенно конечно. Все, благодарю. Всем хорошего вечера. Хорошего сказать. Давайте, Руслан, ваш вопрос. Всем добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот говорили 5% отчисления, ну, в счет робота, чтобы он был бесплатный, но для его содержания и там как, с каждой сделки, да, или с общего дохода, например, с полторы тысячи 5%. И как это будет отчисляться, как это будет, ну, технически, грубо говоря, потому что вся прибыль-то наша уходит на Metamask. Это будет сделано, с каждой сделки будет отчисляться 5% от вашей прибыли, 5% будет отчисляться от удовольствия. С каждой сделки это будет происходить. Юр, это будет после уже ICO, да? Это после ICO будет, если дадут 8 апреля, то есть первые флеш-кредиты мы будем боты пользоваться бесплатно. Да, да, да. Ну, и там тоже момент какой еще, что эти 5% все равно нам дадут заработать X2, да, что мы чистыми наши X2 заработаем. Да, все понятно. Короче, сколько бы ни это самое, положено 1%, все, ни сантиметра ни туда, ни сюда. Ну, все ясно, благодарю. Ну, нормально, да. А можно спросить? Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, давайте. Я хотел спросить такой момент, значит, есть ли на платформе вас верификация по KYC? Просто я видео смотрел, там какой-то пункт в меню был такой, что типа verification, там KYC. Функция, функция это существует, некоторые, кто хочет, может проходить, но необязательно ее проходить, эту верификацию. Не обязательно, да? То есть, добровольно. Ага. Еще такой вопрос по партнерской программе, значит, будут ли приходить партнерские отчисления, то есть, из тех двух личников, да, которых первых зарегистрировали? Ну, это уже после того, когда они, допустим, повторные лицензии будут покупать? Да-да, конечно, конечно. Как они повторные покупают, так же вам приходят. Приходят, да-да-да. Приходят, ага, все, благодарю вас. Это с тех, можно вклиниться, это с тех самых первых двух личников, с которых не приходила рефералка прямо на старте. Да-да-да. Потому что вопрос у нас это совершенно, прям, отвечали совсем по-другому, то есть, не будет приходить только с третьего человека, оказывается, что будет. Это правильный ответ. С третьего, это в самом начале, вот с третьего, да, то есть, два поставили лично, потом с третьего начинаете получать, вы начинаете получать с третьего, но когда вот эти два повторно покупают, все, вы все равно получаете пять процентов. Все, хорошо, спасибо, вот это как раз изменение в наших мозгах, потому что информация была другая. Спасибо. Поэтому по опыту мы учимся, тоже видим, да, что с наших личников мы тоже получаем постоянное вознаграждение, и это я хочу тоже мотивировать многих всех достигать рангов биткоина, это можете себе представить, когда будут люди вознаграждать лицензии каждый день, и что вы можете достигать ранга биткоина каждую неделю, может быть, и каждый день, и что вы будете получать в биткоин ранге, это еще уникально то, что как все вознаграждались, вы обратно заново сделали этот 20 миллионов оборот, вы обратно получаете вознаграждение в 1 миллион долларов. И это можно представить себе, когда команда будет активно работать, что кто имеет статус биткоина, что будет получать каждую неделю миллион долларов. Только по рангу, не говоря вообще о других заработках. Ребят, хочу спросить, вот да, впервые такую информацию услышала. За ранг человек не один раз получает, а каждую неделю что ли? Нет, нет, за ранг получает один раз. Но в ранге биткоина это будет повторяться. Например, если вы сделали оборот 20 миллионов долларов, вы получили вознаграждение от компании 1 миллион долларов. Если вы сделали, например, оборот у вас потом как удвоился, сделали теперь 40 миллионов долларов, оборот сделали, вы получается еще раз получите эти вознаграждения. В ранге биткоина они будут постоянно повторяться, как вы достигаете этого оборота. А это накопительный этот оборот, когда при обновлении, это тоже учитывается при обновлении партнерами рецензий? Да, 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 конечно, конечно. Юрген, а давайте вот, ну как бы хочется об этом все и говорить, и говорить, давайте порассуждаем. Да, вот смотрите, у нас начинается ICO, да, но пускай там это длится 20 дней. То есть мы думаем, мы прогнозируем, что мы в мае выходим уже на статичную работу. Вот каковы могут быть вообще, вот, как сказать, варианты развития событий? Может быть после ICO начаться, ну, какая-то там, какой-то аудиторский там, допустим, этап или нет? Или мы уже вот в мае конкретно уже прям стартуем и выходим на постоянную работу? Аудиторский этап тоже параллельно будет проходиться, что там будут проводиться аудиты этого смарт-контракта. Да, но мы параллельно выйдем на работу и как что будем работать, и параллельно будут проводиться вот эти аудиты этих всех смарт-контрактов. То есть на май месяц мы планируем, что уже как бы полноценную нормальную работу там в режиме там вентилятора одним словом, да? Да, да. Так, Дмитрий, Кузнецов, у вас еще должен быть вопрос, да. А можно я задавайте вопрос? Здравствуйте. Да, конечно, задавайте, задавайте. Слушайте, а вот раньше что-то я слышал или говорили, лицензию можно было купить на Васе и можно было купить на Бумеранге. Чем они отличаются и что будет после 5 апреля? Это будет отличаться тем, что когда ваш Метамаз кошелек будет прописан вайтлисте, и что вы там листитесь, да, и вы можете потом уже покупать на Бумеранг сайте тоже, и она автоматически будет синхронизироваться с Вас платформой, да, и там же также будет потом вознаграждение начисляться. Если вы совершенно новичок, вы просто не сможете на Бумеранг сайте, там будет это возможно, видно, что вы можете купить, но вы не сможете купить, так как ваш Метамаз кошелек не прописан вайтлисте. Понял, спасибо, но условия все те же включаются. Да, да, конечно. Спасибо. Юрген, а вот раньше такая была тема, что будет разбор смарт-контракта, прям будет какой-то программист, который в этом понимает, ну вот такой будет технический зум, где он покажет, что делает смарт-контракт и тогда на языке, который понятен всем, скажем так. Так, это сейчас ушла эта тема или она еще актуальна? Будет вообще, как вы думаете, полагается? Нет, 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 эта тема не ушла, эта тема будет, и также со стороны Шависа он тоже приведет аудиторскую компанию, которая будет разбирать этот в приборном сире смарт-контракты. Так же с нашей стороны мы тоже будем это разбирать, просто до этого еще времени, мы не нашли время еще, чтобы так это все разобрать. У нас есть тоже программисты, которым мы дали эти смарт-контракты, которые разбирают их, и когда они все закончат, эти все разборы, потом будем в прямом эфире тоже показывать и разбирать эти смарт-контракты. Все, огромное спасибо. Здравствуйте, можно вопрос? Так, давайте, задавайте. Я новичок, меня Рустам зовут, меня сегодня пригласили, я, честно, еще не изучал, но у меня вопрос математического характера. На примере, предположим, я до 5 апреля купил на 1000 долларов лицензию, ну смарт-контракт, вот лицензию, да, у меня будет флеш-кредит, на котором я попробую, а потом с момента реального времени, когда мне дадут флеш-кредит, есть ли срок у этой лицензии? Потом, я как понял, мне сегодня просто показали, что я выбираю там какую-нибудь пару, там заработал, ну примерно 1%, да. В день есть ограничение количества, сколько я могу сделок сделать? То есть, вот эти 3 икса я могу за день сделать и вывести эти деньги, можно вот в этой части чуть подробно объяснить благодарю? Да, да, конечно, вы можете за день расторговать ваш флеш-кредит и заработать там первые полторы тысячи долларов, и вам выводить их не нужно, потому что они у вас останутся на вашем Метамас кошельке, они уже моментально находятся в вашем кошельке, да, что их выводить ниоткуда не нужно. И ограничений также нету никаких там, что сделок, вы можете их, если у вас настолько позволит время, за 3 часа расторговать эти, или за 2, или за 3 дня, да, поэтому на ваше усмотрение будет это. Оксана, выключите микрофон. То есть, я за день могу, к примеру, если у меня времени достаточно будет и будут хорошие сделки, я могу и 2 лицензии отторговать, да, купил одну, 3 часа сделал, полторы тысячи на Метамаск упали, я купил еще одну вторую лицензию и дальше в тот же день торгую. То есть, ограничений ни во времени, ни в количестве нету. Я правильно понял? Да, совершенно верно, но после 5 апреля вы просто вторую лицензию не сможете приобрести из-за того, что будут проводиться вот этот, начнут закрытые продажи лицензии. Если вы приобрели 2 лицензии, например, до 5 апреля, тогда да, совершенно верно, вы можете их проторговать. Все, благодарю огромное. Так, давайте, следующий, Александр у нас. Да, да, Юргин, а вот подскажите, вот если на Бумаранге можно будет лицензии покупать, то получается, если на Бумаранге, если приобретать лицензии, там можно будет в любой монете приобрести, которая у вас находится на Метамас кошельке. Например, так же можно в Матике приобрести, так же можно будет в Дайе приобрести, или в развернутом эфире. В любой монете, которая у вас находится на Метамас кошельке, можно будет приобрести лицензию. Поэтому к этому моменту мы еще придем, будем тоже обучать, как это делать, и поэтому желательно не совершать таких поспешных действий, дождаться всей полной информации по этим моментам, и будем потом проводить вместе эти все действия. А комиссия будет браться, если ты на платформе покупаешь, ну, то есть, мы покупаем метамаску с кошелька прямо на платформе «Бумеран». Вот просто знаю то, что если в ВАСе покупать лицензию с начисленной за маркетинг, да, там оно как бы без комиссии оплачивается, то есть, ровно 500. А вот есть метамаска именно на «Бумеране». Ну, на «Бумеране» там комиссия будет только проводиться, оплата за газ только будет проводиться, комиссия. А какая комиссия на ВАС, я не пойму, при покупке лицензии? Нет, на ВАСе как раз нету. Это мы когда с биржи там в Альбит, да, переводим-то, да, там, вперед, я имею в виду газ как раз, неправильно выразился, не комиссия, а газ. Ну, с биржи всегда, конечно, берется 1,3-1,5 USDT, да. Ну, на «Бумеране», когда будем приобретать эти лицензии, там тоже то, что будет разворачиваться так же, метамаск-кошелек будет открываться, и там то, что за газ будет учитываться только вот эта комиссия будет. Я понял так, да. Скажите, пожалуйста, вот до этого мужчина вопрос задавал, что до 5 апреля можно будет там сколько лицензий купил, торговать, ну, в день даже 1,2,3. Ну, это может, возможность это откроется после ICO, что можно, когда дадут общий старт, в день по 1,2,3 делать только потом уже? Нет, нет, если вы до 5 апреля приобрели там несколько лицензий, вы с 8 апреля можете их все проторговать, там не будет у вас там что-то после ICO можно, то, что приобретено до 5 апреля, вы можете проторговать их все. Нет, у меня тоже такой вопрос, речь идет о том, чтобы заработанных средств, из заработанных средств покупать, уже, ну, проторговать, заработал, купил, заработал, купил. Но это уже потом флеш-кредиты, флеш-кредиты уже будут в мае месяце. То есть в мае месяце можно будет друг за другом их покупать в день? Да, да, да. Угу. Там покупки лицензий, они будут, вроде как говорят, открыты. То есть саму лицензию-то можно будет купить, но флеш-кредиты, вот эти вот 200 иксов, они уже будут после ICO. Это, скорее всего, май месяц, начало там мая месяца. Скорее всего, так. Так, давайте следующие вопросы. Кто у нас, Анатолий? Всем вечер добрый. Я дико извиняюсь, немножко отлучился и прослушал. Все-таки я до конца и не понял. Вот те, кто приобрел лицензию до 5 апреля, флеш-кредит будет начислен 5 или же 8? 8. Все, спасибо. Давайте, наверное, закругляться. У нас еще один вопрос есть. Наиль, Наиль, у нас еще, давайте еще один вопрос этот обсудим. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Спасибо за презентацию. У меня вопрос такого характера. Я лицензию купил за 500, я его обработал, все, все отлично. Потом купил за 1000. У меня в кабинете, в Васе отражается 1000, а в этом бумеранге нету этой суммы. В суппорте написал, но суппорт нажимаю на отправку, она не уходит, там ошибка показывает. Там попозже нажмите, попозже, вот целый день сегодня нажимаю, не уходит. Вы где, на Васе, на Васе сайте или в суппорт пишете или нет? В суппорте написал, оттуда не уходит. Метамаск. На бумеранг сайте? Да, 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 бумеранг сайте, там оттуда не уходит. Потом уже заранее я написал на службу поддержки через Вас, оттуда мне ответ пришел, что рассматривается. Я сегодня на это письмо еще раз все данные. А вы давно покупали лицензию за 1000? За 1000 я купил, сейчас скажу, так, 25 числа. Потому что двое суток, двое суток могут они накидывать этот кредит. А на бумеранге в техподдержку на английском тоже, да, писали? Да, да, все на английском написал. Ну да, ждите, ждите, ждите тогда ответ, я думаю, разберутся все. Дело в том, что бумеранги, она не уходит. Почему не уходит, вот никак не разберусь. Может, там тоже использовать VPN для этого нужно, может быть? Использовал VPN, поменял VPN, выключал-включал в любом состоянии. Вот целый день сегодня тренируйся, уже пальцы вообще натренированы. Окей, ладненько, посмотрим, тогда разберемся тоже. Хорошо, благодарю. Окей, я думаю, давайте тогда будем закругляться, мы уже довольно так давненько общаемся. И будем закругляться. Благодарили сегодня, да. Спасибо всем большое, всем успехов. Да, ребят, благодарим всех за активное участие, запись, как обработается, вы уже в чатах. Всем добра, успехов. Я вижу еще, Марат у нас еще один задает вопрос. Давайте, Марат, ответим на ваши вопросы, вижу, вы подняли руку. Стараемся ответить на все вопросы. Давайте, да, Марат, задавайте вопросы. И всем остальным, добрый вечер. На прошлом занятии, ну как называется, презентации, мы вам задали вопрос, помнишь, я тоже не получил. Две лицензии купил, одну получил, вот эти полторы тысячи, а вторую не получил. Вы сказали рабочем порядке, рючку вам. И мы вам все подробно писали, но вы что-то не отреагировали. А там, вот, что вы делали указание, я все выполнил вместе с руководителем, кузнецом. Все мы, техподдержку написали, техподдержка сказал, мы за 24 часа ваши все выполнили, ждите, деньги получите. Ну, прошло 10 дней, а вот споны не там. Прошу вас, я вам в личку подробно все расписал, по дням, по часам. Помогите, пожалуйста. Я посмотрю личные сообщения, потому что мне приходят тысячи личных сообщений сейчас, на данный момент, поэтому я это не могу, не все сообщения прочитать. Я от себя написал, и лично руководитель мой написал вам. Вот, пожалуйста, обобразите меня. И второй вопрос я хотел задать, может быть. Вот смотрите, вот я, например, ну, сделал сделки, вот, лицензии. И вдруг, например, сделки не очень удачные, все равно компания даст возможность 3 икса сделать, или, как уж так, если ты неудачно сделал, ты и виноват. Или все-таки компания даст возможность добиться. Нет, в любом случае у вас будет возможность сделать 3 икса, да, что вам не будет, что вы там 2,5 икса только сделали, и все скажет, нет, вы вообще не получите. Вам будет дана возможность, даже вы, если расходовали 150 тысяч долларов, вам будут дополнительные средства предоставлены для того, чтобы вы сделали 3 икса. Спасибо, еще мой вопрос. Вот, скажите, вот, например, вот, 8-го числа начнется, вот у меня, например, несколько лицензий, 8-го числа, 8-го, какое число я могу свои лицензии обработать? Или там будет ограничение? Нет, там нет. Нет, нет, там нет ограничений, можете использовать, расходовать их, когда вы сможете, когда захотите. А, в ограничении будет, а что там, пока есть? Да, да, пока все будет проходить, и у вас будет возможность просто проторговывать ваши средства. Огромное спасибо, извините. Все, окей. Друзья, там кто-то спрашивал по поводу 60 тысяч лицензий, я потеряла ваше сообщение, общалась с вами в чате. Да, и потеряла. Это не лимит 60 тысяч лицензий. Это сейчас, по факту, выкуплено уже даже больше 60 тысяч. Нет ограничения на лицензию. Поэтому все, кто до 5-го числа покупает, там до какого времени, я не помню, он называл Шавес, вот, все попадут в белый лист. Да, все. Окей, Наташа, большое спасибо тебе. И будем завершать наш сегодняшний вечер. И желаю всем, кто находится на территории Германии, так, сегодня у нас началась Пасха, да, поэтому желаю хороших праздников провести эти выходные. И с близкими, и с родными. Так что всем, всем, всем хороших выходных, счастливых выходных и больших успехов. Спасибо. Да, друзья мои, всем доброго вечера и до следующей встречи. Спасибо. 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 Спасибо.